Девушки отдыхают Девушки отдыхают Какой современный ребенок, всех знаешь Скажи, а ты могла бы забраться на ту лестнику и попозировать мне? Угу Не страшно? Нет Отлично Сюда повыше заберешься, хорошо? Хорошо Ну давай, позируй, улыбайся Ты просто красотка Умница София, зачем ты туда залезла? Меня тетя попросил, я же модель Что вы себе позволяете Ну здесь же совсем не высоко Ну это для вас не высоко, а для шестилетнего ребенка Слезай оттуда Слезай оттуда София, аккуратно Ага-га Сразу видно, что вы не мать Да Алло, ты где? Я еще в парке, я снимаю Давай поторопись Да, хорошо Уже шесть Хорошо Угу Ну да Бегу-бегу-бегу Ты как всегда Привет Привет, давай садись быстрее, а то столик кому-нибудь отдадут А, давай позвоню в ресторан и скажу, что мы задерживаемся Я тебя умоляю, я уже позвонил Все пропало? Нет, нас ждут, но просто ты знаешь, как я не люблю неорганизованность Хотя, господи, что я говорю? Где ты, где организованность? Ну прости Простите Хорошо Простите Простите Вадим Александрович, мой повелитель стихий, мое солнце и звезды Подлизываться-то ты умеешь, только что ты села на что? На мои документы? Нет Ну да Ну это нормально Сит свою свадьбу тебе, любимую Дорогой мой Ты умеешь удивлять Господи, Вадик Вадик, какая красота Мои любимые Лилии, хризантемы, розы, спасибо Спасибо, мой дорогой А это, это же прямо Как на картине Клода, вон, а База с цветами Какая же ты у меня умная Ну еще бы, мама искусствовед Это на всю жизнь Господи, как же Ты моя, тридцать три несчастья Прости меня, пожалуйста Господи, да что же я все испортила Вадик, прости Успокойся, все Давай, собирайся Подожди Ты не против, если я надену это красивое платье сегодня? Можешь Надеть зеленое Когда мы с тобой познакомились Ты была в зеленом Ты помнишь И не только это Хорошо Хорошо, мой господин, как скажешь Никогда не забуду тот первый день Когда мы с тобой познакомились в офисе Ты с фотоаппаратом Твои дурацкие снимки Но Я же только приехала Еще совершенно не умела фотографировать Зато яро верила в слова Кортье Брессона Что бесконечность Можно запечатлеть фотографией в моменте Ты до сих пор это веришь? Да Жаль, что ты меня всерьез До сих пор не воспринимаешь Ну, это достаточно сложно сделать Я шучу Ты у меня самая красивая Девушка на планете Вадим Я давлю тебе ноги А у меня для тебя сюрприз Да? Да Прошу Спасибо 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 Вадим Вадим, это божественно Порой мне кажется, что я этого просто не заслуживаю Ну, с этим сложно не согласиться Аннушка Да? Я хочу, чтобы у нас В нашей следующей годовщине Был ребенок Что скажешь? Я очень хочу детей Но Можно я сначала закончу школу фотографии? Максимум год Что ж Ну, я хочу, чтобы ты знала Что я сторонник Классических ценностей Так, чтобы Женщина Приглядывала за семьей За домом За ребенком Да Ирилл Нежин Ответь Не хочу Он мне тут признался Что ты ему напоминаешь его первую любовь Ты же строила ему глазки Я? Кто тебе это сказал? Как же мне нравится твоя непосредственность Я шучу Ладно Год так год Заканчивай свою школу У нас с тобой еще все впереди Я тебя очень люблю Я тебя тоже очень люблю За нас За нас О А вот и моя двоюродная сестра Наверняка что-нибудь придумала Не сомневаюсь Дорогие мои, здравствуйте Поздравляю вас Привет Привет Спасибо Ребят, вы такая замечательная пара Я вас так люблю Смотри-ка С днем рождения Не поздравила Зато про годовщину Почему-то вспомнила Я прошу прощения Звонит сын Присаживайся Алло Егор Это подарок? Да Можно я посмотрю? Да Спасибо Анька Они прелестные С ума сойти Анька, ты такая счастливая Я так за тебя рада Мне иногда кажется Что все это не со мной происходит Почему? У вас с Вадимом все хорошо? Все очень хорошо Даже настораживает Он стал вести себя как-то странно Представляешь, прижиновал меня к Нежину К Нежину И как поживает Кирилл Нежина? А ты с ним знакома? Нет, я с ним не знакома Так, пару раз просто виделась Правда, что он одинок? Не знаю, но он производит впечатление очень счастливого и самодостаточного человека Давай ты что-нибудь закажешь, а? Нет, нет, не надо Спасибо Не надо Я ненадолго Да, правда? Я уже пойду Я уже пойду Я... так, на минуту Поздравить ей все У меня сюрприз Да Егор приезжает из Лондона Собирался остаться на факультатив Представляешь? Ребят, я ухожу Простите, было вас очень рада видеть Я забежала ненадолго Только вас поздравить Я обязательно зайду обнять племянника Даже не сердце? Приятного аппетита Нет Пока Метеор Метеор Не то слово Аннушка Егор пережил такую трагедию Потеря матери Мне бы очень хотелось, чтобы вы с ним подружились И нашли общий язык Дорогой мой, я сделаю все, что в моих силах Все будет хорошо Я тебе обещаю Все верно? Все верно? А почему ты не так? Опоздайся Аннушка, не волнуйся Все будет в порядке Я тебе обещаю Хорошо Сынок, Егор Привет Ну, надо же Ты посмотри Гигант какой вымахал Ладно, ты посмотри Как долетел? Ну, два часа турбулентности и все Молодчина, что прилетел Бохнем с факультативом, хоть дома отдохнешь, да? Егор Привет Привет, да Держи, это тебе Там новейший планшет, лимитированная коллекция Такие нигде не продают Пап, ну не стоило Ну, я это тебе Аня дарю Ну, идем Рассказывай, что, как, как долетел Как учебу Ну, все нормально Спасибо Слушай, пап, я достроил нового робота Но с собой его взять не получилось Тяжеловато Ну, я тебе на видео покажу Договорились Горжусь тобой, молодчина Когда мы с тобой уже будем строить дома, а? Умные дома уже строят А мы с тобой будем строить какие? Гениальные Именно Давай пять Да, прям с целой кучей технологий Прям с целой кучей Вот представь себе Стиральная машина с голосовым управлением Жидкокристаллические обои с доступом в интернет Ничего себе Блин, было бы финансирование Вот И не говори, самое важное Было бы финансирование Узнаю свою кровь Молодчина Идея с жидкокристаллическими обоями очень крутая Егор, а что ты собираешься делать на каникулах? Слушай, пап, мы ездили в Шотландию на экскурсию Егор, тебя Жаня спросила о чем-то Да, я просто поинтересовалась Есть ли у тебя какие-то планы на каникулы Я буду проводить их с отцом Понятно Ну, соберемся все вместе Отметим твой приезд Да, и Крестного позовем Сколько, и Машкой И Крестного позовем, да И Машку, и Колю Все соберемся Ты представляешь Летал к нему всего три месяца назад Он так вымахнул Уже совсем мужичок прям Ты чего такая грустная Из-за того, что он на тебя не реагирует Угу Ну, это, конечно, неприятно, но объяснимо Вы с ним виделись всего один раз на свадьбе Так что Просто он терпеть меня не может, вот и все Я даже слышать этого не хочу Я, конечно, понимаю, что у Егора сложный характер Как и у всех пацанов в его возрасте С ним вообще Разговаривать только мать могла Но сейчас мы с ним одна семья Поэтому надо как-то искать с ним общий язык Или я не прав Ну, конечно, ты прав Конечно, ты прав Мое солнце и звезды На, держи, сок ему отнеси Есть, сэр Привет Держи, я принесла тебе твой любимый фреш Ладно Егор, я неплохой человек, правда Я очень хочу, чтобы мы с тобой просто подружились Я понимаю, что не могу заменить тебе твою маму Но я и не претендую на это Честное слово Тем не менее, мы одна семья И было бы очень хорошо, если бы... Ну, да Да, прости, я вижу, что ты занят Что ты сделала? Прости меня, пожалуйста Прости, сейчас Не смей! Мне его мама подарила Ради бога, смей Просто уйди Кирилл Нежин Самый богатый жених нашего города Быстрее, быстрее Быстрее, быстрее, быстрее Егор, сынок Встречай Крестного Егор Крестник, мой дорогой Это тебе от нас Спасибо Да тебя обниму хотя бы, а Какой ты большой стал Ну что, то же закончится будем делать барбекю А пока что, взрослый на кухню Выпьем кофейку Молодежь пока здесь пусть будет Давайте Привет, чувак Здорово Привет Рад видеть Прикинь, у нее ухажер появился О, наша девочка совсем взрослая Слушайте, идите в баню А что это у тебя? О, это интересная штука Смотрите, вот этот робот Он распознает около тысячи команд А также может поддерживать разговор Ну, о погоде, например Ты его сам сконструировал? Да Маша, по-моему, среди нас гений А у тебя твойка по физике Не позорь, братов Вот, смотри Ну что, решил? Слушай, Стас, я уже сказал Я не собираюсь продавать компанию Никакому стройсеркс Подумай, в стране кризис Мы еле выгребаем Лучше стать частью большого холдинга Либо вообще выйти И вложить деньги в бизнес за границей Ты же говорил, что не справляешься Да перестань молоть чушь Я полжизни отдал этой конторе Чтобы сейчас кому-то сделать царский подарок Вадик, я не предлагаю никому ничего дарить Мы продадим компанию За хорошую цену За лучшую цену на рынке И таким образом Сохраним наши с тобой деньги Слышишь? Послушай меня У меня у ребенка праздник И давай ты не будешь его портить Ребят, мясо готово, налетай Я, я, я бы сейчас лана съел Смотрите, она фотик утопила Извини Папа, как ты там ее называешь? Тридцать три несчастья, да? Ты что, ты что наделал? Она фотик уронила Успокойся, да видел я Вадим, он выбил у меня фотоаппарат из рук Я видел, малыш, я тебе говорил, держи на шее Ты при чем здесь это, Вадим? Ну все Все, успокойся Он же специально это сделал Все, малыш, успокойся Как я могу? Егор Да Давай Спасибо Он уже все, он неисправный Столько трудов, столько снимков Ну, как так можно? Малыш, не расправься Я не могу Ну Сейчас еще его телефон Упадет Скажи ему, что ему звонили Не трогай ему телефон Да он бы в воду бы упал, если бы я его не взяла У меня не один телефон Так бы ты не узнала, что тебе какая-то Юля звонит А вот это тебя уже не касается Не могу Я пытаюсь себя сдерживать, но я не могу, Вадим Родная моя, ну, ты же все-таки взрослая девочка у меня А он пацан, в его возрасте для пацана это нормальное такое поведение Это ненормально Ну, у него возраст такой, он переживает Ну, не расстраивайся, поцелуй меня Да я не хочу Да я не хочу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Привет. Хочешь, я тебя поснимаю? Раньше здесь была студия мамы. Она здесь рисовала. Да, я знаю. Я видела её картины, они мне очень понравились. Может быть, попозируешь мне? Ну, нет, так нет. Музыка 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 Егор, я тут случайно нашла картину твоей мамы. Хочешь, пойдём её вместе в галерею повесим? Оставь. Повешу себя в комнате. Музыка Как скажешь. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Достер, мои снимки? Я тебя спрашиваю. Залез в мой фотоаппарат и удалил мои фотографии? Ты что, не понимаешь, что это подло? Я неделю эти фотографии снимала для фотошколы. А ты как поступила? Не подло? Вышла за моего отца и за его денег. Ты и ногти моей мамы не стоишь. Да что ты про меня знаешь? Ты вообще ничего не понимаешь. Ты даже не понимаешь, как я отношусь к твоему отцу. Да все я понимаю. Вот только что он к тебе нашел. Значит так, послушай меня. Если раньше я хотела наладить с тобой отношения, то сейчас я просто дождаться не могу, когда ты уедешь в свой Лондон. Ты понял? Ну, жди-жди. Сынок, если хочешь, можем завтра сходить в кино. Спасибо. У нас тут премьеры. В Лондоне премьеры раньше проходят. Я все интересное уже посмотрел. Надо же. Какой ты модный у меня. Ничем тебя не удивить. Да. По лондонским премьерам я буду скучать. Ну, ничего. Потерпишь две недельки и обратно. А что если нет? В смысле? Что ты имеешь в виду? Знаешь, пап, я вот давно хотел с тобой поговорить. А что если мне вернуться домой? Ты в порядке? Сынок, подожди, но ведь ты хотел учиться в Лондоне. Именно в этой технической школе. Да, но я скучаю по дому. Допустим, в Лондоне у меня есть друзья. Но семья моя здесь, и это важнее. Мне не хватает тебя, папа. Сын, мне тоже тебя сильно не хватает. Но, наверное, так быстро такие решения не принимаются. Может быть, как-то надо подумать чуть-чуть. Согласен. Хотя, по правде, я уже давно все обдумал. Я хочу жить дома. Тем более у нас с тобой навалом проектов. Гениальные дома. Ну, ты знаешь, я хочу дать тебе хорошее образование. Ну, если ты прям настолько хочешь жить дома, почему нет, будем жить дома, вместе. Извините. Да, слушаю. Слушай, а тебе не кажется, что в этой ситуации кто-то из нас лишний? Как ты думаешь, кто? Так вот, пап, я тебе хотел рассказать. Я, значит, играли мы с пацанами в футбол. Меня поставили на ворот, как всегда. Здравствуйте. Привет. О, привет. Привет, дорогая. Привет. Какой сюрприз? Вообще-то, я обещала и пришла, между прочим, не с пустыми руками. Только что с дегустацией принесла вкуснейших сыров. Да что ты. Сыры мы любим. Спасибо. Господи. Господи, кто этот неземной мужчина? Дайте мне его скорее обнять. Дайте. Привет. Друг мой, привет. Привет. И скажи мне, пожалуйста, девушка есть? Что за глупости? Так, подожди, ты замешкался. Значит, что ты скрываешь? Я в этих делах спец. Признавайся. Так, сынок, я чего-то не знаю? Да перестаньте вы. И вообще, мне нужно сделать звонок в Лондон. Нет, ну хорошо, но только ты помни, любить так королеву, она меньше не соглашайся. Не слушай тетку, сынок. Выбирай, кого хочешь. Анька, что с тобой? Ты просто тише воды и ниже травы. Да нет, мне просто голова разболелась, и надо закончить работу. Слушай, у меня на самом деле есть отличный способ от головной боли. Да? Какой? Шопинг. Да. Ну, рассказывай. Что? Что? Приехал Егор, стало все сложно. Да нет, с чего ты взяла? Потому что, пока я беседовала с ним, ты ни разу не посмотрела в нашу сторону, даже на меня. А вот и мой ресторан. Как ресторан? Мы разве не на шопинг? Нет. Ресторан для наших целей удобнее. Для каких целей? Для плетения интриг. Давай-давай, идем. Егор решил бросить обучение в Лондоне и вернуться домой. Нет, это замечательно, но просто мне кажется... Хотя нет, не слушай, я все накручиваю себя. Ань, перестань. Егор ненавидит тебя и мечтает испортить тебе жизнь, так? Ну, не бойся, говори как есть. Он объявил мне войну. Я так переживаю, что могу потерять Вадима. Я поняла. В общем, так, Ань, я помогу тебе, если ты поможешь мне. А чем я могу тебе помочь? Ты будешь приманкой. Для Кирилла Нежина. Боже мой. В котором я хочу организовать встречу. Он тебе так нравится? Ну, я б сказала, он достойная партия. Я здесь при чем? Ну, ты препятствия на моем пути. Нравишься ты ему, понимаешь? И теперь нам необходимо встретиться втроем, для того, чтобы перевести его внимание на меня. Я тебя научу, как мне подыграть. А ты, как ты можешь мне помочь? Аня, тебе необходимо провести расследование. Залезть в его ноутбук, либо телефон, социальные сети. Выяснить тайные мотивы. Найти его слабое место и использовать эту информацию, для того, чтобы снять со отца розовые очки. Пусть Вадим перестанет молиться на сынка. Для начала. Проще говоря, ты предлагаешь мне за ним шпионить? Аня. Ну, это самое низкое, что можно сделать. Эллет, я не буду этим заниматься. Никогда. Что это такое? Здесь будет мой кабинет. Я тебе не разрешала. Мне не нужно твое разрешение. Послушай, ты еще долго будешь надо мной издеваться? Пока ты отсюда не уберешься. Егор! Егор, подожди, да что же я тебе сделала, а? Отстань! Слушай, ты, дурочка деревенская. Я не понимаю, как отец вообще на тебе женился. Что ты сказал? Что ты сказал? Да лучше бы тебя вообще не было. Руки убери. Я понял, у меня здесь не рады. Это что сейчас было? Ты как разговариваешь с моим сыном? Вадим. Вадим, он разбил мой прибор. Он мне хамит. Да мне все равно. Пусть бы он все приборы разбил. Пацан переживает травму и переживает ее до сих пор. И он, черт возьми, имеет на это право. А ты ведешь себя как последняя. Чтобы я в последний раз слышал от тебя это. И запомни. Мой сын самое дорогое, что у меня есть. Тебе ясно? Тебе ясно. Тебе ясно. – Алло? – Алло, Виолетта? Да. Я передумала, мне нужна твоя помощь. Так, возьми себя в руки, дыши и слушай. Ты должна узнать все секреты Егора. Я вспомнила, что Егор общается с какой-то Юлей в соцсетях. В субботу у них свидание. Слушай, Ань, подожди, это же может быть в точку. Пацан передумал учиться в Лондоне, потому что влюбился в местную. Так, быстро, немедленно пробей переписку Егора, а я пока подумаю, что с этим делать. Так, Аннушка, сыграем? Неа. Почему? Не хочу. Ну ладно, мы тогда сами сыграем. – Да, Егорыч? – Да. Так, ну все, давай, собирайся, я тебя жду. Ну что, готов? Проси пощады заранее. Смелая заявка на победу, но не дождешься. – Да, Виолетта. – Ну что, привет, как дела? Время на исходе. Ты меня понимаешь? Я понимаю, но у меня не было возможности. Как не было возможности? Аня. Слушай, они сейчас играют в теннис, я попробую что-нибудь сделать. Ты телефон Его смотрела? Взяла телефон. Так. Ага, вот. Они переписываются уже четыре месяца. Тут всякие стихи, сердечки, признание в любви. Ну да, да, они влюблены, все, как я и говорила, конечно. О, Юля онлайн прислала сообщение. Читай. Егор, у меня случился эпик-фейл, я потеряла телефон. Вот тебе мой новый номер телефона, позвони мне, как сможешь. Аня, это же не мысль моя удача, у меня только что все пазлы сложились. У них свидание сегодня вечером, нельзя терять ни минуты. Так, ты быстренько слышишь меня? Быстренько опиши Юле от Егора. Так что писать-то? Давай. Юлька, ты дура. Я с тобой общался на спор с друзьями. И уже выиграл. Я в Лондоне, у меня все хорошо, у меня здесь есть девушка. Так что наша встреча с тобой отменяется. Ты с ума сошла? Я не буду этого писать. Так, подожди, ты потом удалишь это сообщение, и главное, ее телефон из-за истории переписки, чтобы Егор не догадался. Никто об этом не узнает, Аня. Я не буду этого делать, ты слышишь меня? Значит так, я здесь недалеко, сейчас подойду. Виолетта! Виолетта! Безумие какое-то. Ну и что? Давай, подавай. Привет. Привет. Привет, Егорка. С нами поиграешь? Конечно, на шпильках. А чего нет? Да неудобно как-то. По корту не ходи. Извините. Блин. Ну что? Написала? Нет. Ясно. Нет, ну, если уж хочешь, будь жертвой, будь ее. Я же за тебя этого делать не буду. Давай. Что такое? Да не знаю, что-то как-то плохо стало. Переволновалась, наверное. Я от солнца, не знаю, совсем плохо. Ванечка, принеси, пожалуйста, водички, пожалуйста. Конечно, ну, может быть, ты присядешь? Нет, 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 спасибо, да. Давай, я быстро. Спасибо. Егорка, ты за все мои проигрыши надавай ему, пожалуйста. Ага. Обязательно? Конечно, обязательно. Ой, привет, привет. Я думала, я сегодня одна буду. Добрый день. Добрый, добрый. Будьте добры, пожалуйста, водичку без газа, не холодную. Жарко. Пожалуйста. Спасибо. Ты что делаешь? Что все? Страница это Юля, в сети больше не существует. Положи телефон. Это, ну, конечно, понятно. После всего того, что я ей написала, Анечка… Валент. Ты с ума сошла? Так, не стоит благодарностей. Скоро твой пасынов отправится обратно в Лондон. Все, Анечка. Я испугалась. Прости. Представляешь, Егор на свидание собирается. Все-таки Виолетта была права. Он мне сказал, что познакомился с девушкой в интернете. Сейчас идут с ней на свидание. Как думаешь, его одного не опасно отпускать? Да нет, конечно. У него же есть телефон, попроси, чтоб он звонил тебе почаще. Ну да, я так и сказал. Вадим, надо поговорить. Пап! Ну, я пошел. Ну, выйди, выйди, дай, посмотрим. Классно выглядишь, давай пять. И не поздно. Хорошо. Телефон с собой? С собой. Вот и вырос мой сын. Что ты хотела сказать? Ничего. Все хорошо. Да? Да? Угу. Юля? Нет-нет, я не Юля. Простите. Трубку не берет. Уже десять часов. Ну, может быть, он отключил телефон. Звук. Алло. Ты где? В бункере, что ли? Что? В какой Васильевке? Ты с ума сошел? А что ты там делаешь? Так, я понял. Ладно, жди меня там, я скоро буду. Жди на станции. Все, давай. Что случилось? Девушка на свидание не пришла. То ли не созвонились, я не понял. В итоге вспомнил, что живет она в какой-то Васильевке. Вроде бы как узнал улицу, вроде бы пошел искать. В итоге ошибся, не туда. В общем, сидит на станции, ждет. Все, я за ней поехал. Пожалуйста, будь аккуратен. Я скоро буду. Теперь увидел. Давай. Иду в машине. Так, ёлки-палки, тридцать три несчастья. Вадим! Мы уже едем. Егор сейчас воды копит. Слушай, он реально страдает, как мы раньше влюблённые. Знаешь, я тут подумал, он же остаться наверняка хотел за девчонки. Илья, наверное, передумает. Вадим, а я… надо будет с тобой поговорить. Говори, я слушаю. Ну, чего ты молчишь? Нет-нет, когда приедешь, поговорим. Хорошо, договорились. Ужин готов? А то мы голодные, как волки. Да, конечно. Вадим, я рассыпала соль. Упейте, пожалуйста, по дороге. Давай, цена. Наконец-то. Алло, Вадик, ну где вы? – Анна Карабейник? – Да. Я из полиции. Произошла авария. Ваш муж ехал очень быстро, можно сказать, гнал со скоростью около ста километров в час у зигзагообразной дороги. На повороте у магазина не справился с управлением и врезался в дерево. Когда приехали мы и скорая, он уже был мертв. Но ваш пасынок жив. В магазина. Тихо, тихо. Не трогайте меня, все в порядке. Поврежден позвоночник и спинной мозг. Вряд ли Егор когда-либо будет ходить. Вам надо всерьез заняться его реабилитацией. Мне? Ну, конечно, вам. Вы же его ближайшая родственница. В дальнейшем вам понадобится сиделка и хороший физиотерапин. Вы меня слышите? Анечка, если что-нибудь нужно, я могу оказать любую поддержку. Держитесь. Да, спасибо. Еще раз мои соболезнования. Анечка, Анечка моя дорогая. Да. Ань, я понимаю, ты не можешь еще отойти, Ань. Я завтра же, я приеду, я помогу тебе с Егором. Я обещаю тебе. Это мы во всем виноваты. Ты и я… Ань, ну что ты говоришь такое? Вадим не справился с управлением. Мы не имеем к этому никакого отношения. Ань, пойми, никакого. Я не знаю, как мне жить дальше, а ты говоришь, что мы не имеем к этому никакого отношения? Нет, никакого, Ань. Слушай, уйди, пожалуйста. Уйди, вообще не надо ничего говорить. Ань, прости, пожалуйста, прости. Прости. Я сейчас. Аня, извини, что в такой день я быстро. Вадим оставил завещание, по нему в доме некоторые его деньги наследуешь ты. Все остальное, в том числе и большая часть нашей компании, отходит Егору. Его опекуном до его восемнадцатилетия Вадим назначил тебя. Да, хорошо. По поводу последнего пункта, у тебя есть альтернатива. Какая может быть альтернатива? Аня, может тебе неудобно в таком состоянии ухаживать за ребенком. Ты совсем еще молодая. Ну, а я все-таки его крестный. Если откажешься от опекунства, мы через суд переоформим его на меня. Заниматься реабилитацией Егора буду я и точка. Ладно. Так, а что у вас здесь? Ага, значит, надо все переоборудовать. Вот здесь можно поставить кровать для мальчика. А здесь массажный стол. А, кстати, все вещи ребенка принесите сюда. Здесь будет его комната. Почему здесь? А у вас лифт есть? Вы же не будете его сами поднимать каждый день на второй этаж. Да, я поняла. Ух! Кажется, Егора привезли. – Егор! – Я тебя ненавижу! Пойдемте. Пойдемте. Анна, Анна. Анна, просыпайтесь. Егор пропал. Как пропал? Я весь дом обыскала, а его нет. А коляска? И коляски нет. Так а вы где были? Уснула. Вы уволена. Егор! Егор! Егор, ты не ушибся! Убери руки! Сволочь! Это ты во всем виновата! Ты! Это из-за тебя мы разбились! Соль тебе понадобилась посреди ночи! Прости меня, пожалуйста! А его отца больше нет! Я никогда не буду ходить! Послушай меня! Ты будешь ходить! Ты слышишь? Я клянусь тебе! Добрый день! Добрый день! Я хотела бы у вас приобрести абонент на месяц. Вы знаете, к сожалению, у нас абонементы только на полгода. Ну, хорошо. Давайте тогда на полгода. Хорошо. Как вас зовут? Виолетта Забелина. Откуда вы узнали о нас? Ну, знаете, в нашем городе мало клубов такого высокого класса. Кроме того, мой друг Кирилл Няжин сюда ходит. У вас очень хорошая репутация в элитных кругах. Спасибо. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо вам за помощь. Не за что. Обращайтесь. До свидания. Всего доброго. Сергей Иванович, ну неужели ничего нельзя сделать? Ань, ну вы же слышали, что сказали мои коллеги. Вы должны быть готовы к тому, что Егор не сможет ходить. Я не хочу быть к этому готова. Значит, нужно найти лучшего физиотерапевта. Вы же всех специалистов знаете. Посоветуйте кого-нибудь. Ну, есть у нас один терапевт. Роман Громов. Он поставил на ноги человек пять-семь абсолютно безнадежных пациентов. Ну, отлично. Дайте мне его номер. Ну, нужно подождать. Он сейчас занят с одним пациентом. Я не могу ждать. Сергей Иванович, я не могу ждать. Пожалуйста, дайте мне его номер. Хорошо, хорошо. Адрес этого пациента. Я заеду, поговорю. Не волнуйтесь. Так, как еще раз? Романа… Роман Громов. Но я должен вас предупредить, что он использует нестандартные методы лечения. Открыто! Здравствуйте. Меня зовут Анна Корабельник. Мне вас порекомендовали. У моего пасынка травмы позвоночника. У него… Он не может ходить. Мне сказали, что вы можете помочь. Роман, я готова нанять вас за любые деньги. Серег, Серег, Вась… Ё-моё! Как было хорошо. Здравствуйте. Я Николай. А я — Анна. То есть, получается, что Роман — это вы? Да. Он самый. Я с дедства мечтал научиться жонглировать бутылками. Если бы не Роман, я бы… Ой, да ладно тебе. Если бы не твоя травма, не взялся бы. Да ну тебя. Конечно, меня. Кого же еще? Ну, давай работай. Прошу. Сергей Иванович Борисов сказал, что вы можете поставить на ноги моего пасынка. Неправда. Не могу он такого сказать. Скорее, что я могу попробовать. Скажите, а ваша работа с Николаем уже окончена? Почти. Отлично. Тогда я нанимаю вас на целый рабочий день завтрашнего дня за любые деньги. А вы как бронепоезд, да? Снимки покажите. Да, пожалуйста. Сколько мальчику лет? Пятнадцать. Да, попал парень. Извините, но я не возьмусь. А почему? Случай очень сложный. Я никогда с таким не сталкивался. Но Борисов сказал, что вы поставили на ноги пять или семь безнадежно больных. А он сказал, из скольких? Нет. Из двадцати двух. Но просто Егор, он попал в тяжелую автокатастрофу, он потерял отца. Я сочувствую. А Борисов сказал, что вы именно тот человек, который может сотворить чудо. Анна, чтобы поставить человека на ноги, мне нужно верить в успех. Да, я раньше брался за сложный случай. Но если видел хоть какую-то перспективу, и то, как понимаете, везло не всегда. А здесь… А здесь в успех за вас буду верить я. За меня? Да. А что в таком случае буду делать я? А вы будете делать свою работу за большие деньги. Так, хватит меня деньгами заманивать. Я не только ради денег работаю. Извините, мне пора. Роман, ну как же так? Я… Я надеялась, что увижу сильного человека, который не испугается никаких трудностей. Неужели вам просто слабо попробовать? А вы меня решили на слабо взять. Послушайте, я не знаю, какие методы вы там используете. Борисов сказал, что странное, мне плевать. Да хоть на голове стойте, хоть кукол Вуду колите, лишь бы это помогло. Если вы поставите Егора на ноги, вы подтвердите свою уникальность. А если нет, ну, значит так тому и быть. В любом случае, я буду вам благодарна. Пожалуйста. Я… Я даю вам карт-бланш на любые эксперименты. А вы мне нравитесь. Поехали. Егор? Егор, привет. А это твой новый физиотерапевт, Роман. А, так этот парень еще и глухонемой. За глухонемого двойной тариф. Что это? Ты привела мне клоуна? А нет, нормальный пацан. Егор, Роман лучший физиотерапевт в городе. Он будет с тобой заниматься и обязательно поставит тебя на ноги. Ну, разумеется, если ты сам будешь работать. Я не дурак. И уже все прогуглил. Я не буду ходить. Никогда. Поэтому валите отсюда. Оба. Да, ты прав. Если пациент хочет оставаться больным и жалеть себя, то нечего начинать с ним работать. Но вы же мне платите. За ваши деньги мы хорошо проведем время. Егор, ну, во что любишь играть, а? Шахматы? Ну, может быть, во что-нибудь сидячее? Там, в догонялке, на колясках? Вон отсюда! Больше никого мне не приводи. Егор! Дура! Я смотрю, у вас пылкая семейная любовь. Что вы себе позволяете? Как вы с ним разговариваете? Ты позволяешь. Если ты предъявляешь мне претензии, то говори мне ты. Ты в своем уме? Ты заставил инвалида почувствовать себя неполноценным? Ну, да, да. Ущербным, никому не нужным и так далее. И забыла, что дала мне карт-бланш на любые эксперименты с ним. Так это что? Это у вас… Это у тебя метод такой, что ли? Классная люстра. У меня есть друг. Можно его пригласить в гости? Ты не против? Ты издеваешься? Или это необходимо для терапии? Нет, я просто соскучился за ним. Так можно? Господи, приглашай! Кстати, а за что твой пасынок тебя так ненавидит? Сдается мне дело не только в травме. А вот это тебя не касается. Кирилл, здравствуйте! Это вы мне? Извините, я обозналась. Девушка, вы такая красивая. А как вас зовут? Слушай, парень, ты не смеши меня? Понял? Не волнуйся, все будет хорошо. Пора, пациент! У нас напряженный график. Массаж, растяжка, боль, ненависть к массажисту. Пошел ты, массажист. Научись ходить, пойдем вместе. Ты не понял? Мне не нужны никакие процедуры. Я от тебя отказываюсь. Почему? Потому что все бесполезно. Это мой друг Гриша, я тебе говорил о нем. Да, я сейчас открою. Здравствуйте. Здрасте. Проходите. Вы извините за беспокойство. Ничего. Но мне роман так вашу режиссеру расписал. Привет, дружище. Как дела? Отлично, супер. Ну, вот, собственно говоря, крутой дизайн. Чешский, да? Ну да, да. Покупала в Чехии. Извините, а можно пофотографировать? Да, пожалуйста. Спасибо. Привет. Ну что, пацан, выздоравливаешь? У него, кстати, твой случай. Да ну. Снимки глянь. Да. Блин, я вроде на свой рентген смотрю. Тебе повезло, что за тебя роман взялся. На меня все врачи рукой махнули, когда я разбился. А сейчас видишь, ничего. Хожу, работаю. Ой, ну хватит меня нахваливать. Ты сам боролся и нюни не распускал. Ну, напрашивается только один вывод, что мы оба крутые. Это точно. А что это было? Классные фотки. Как на выставке. Спасибо, это я снимала. Да ну. Да, но ты не ответил на мой вопрос. О чем ты хотела узнать? Ты же говорил, что до этого никогда не сталкивался с такими тяжелыми случаями. Следовательно, повторяю свой вопрос. Что это сейчас было? Ни что, а кто. Мой друг Гриша, который занимается авторскими люстрами. Ну, у него не было никакой травмы позвоночника. Ты не занимался его реабилитацией. Неа. Да ты аферист. А что, это плохо? Нет, это прекрасно. Это прекрасно. Потому что если, если Егор, не дай бог, узнает правду, будет еще хуже. Он никогда тебя к себе больше не подпустит. А он и так меня к себе не подпускает. А ты что, хочешь ему рассказать о моих режиссерских достижениях? Я нет. Нет. Понимаешь, Анечка, твой мальчик совершенно не хочет работать над своим выздоровлением. А это плохо. Потому что даже стену можно лбом пробить, если верить, что лоб чугунный. Да ты не знаешь этого вундеркинда. У Егора логика ученого. Он ни за что не даст себя провести. Я уверена, что он про свой диагноз уже знает все. Спорим? Спорим. Эй, ты! Кто, я? Да, ты! Ну, начинай свои процедуры. Разве что тебе за них платят. Ты хочешь ходить? Да. Я не слышу. Да. Тогда терпи. Понял? Да. Да. Еще немножко. Вот так вот. Молодец. Здравствуйте, Павел. Еще раз. Здравствуйте. Дело в том, что у меня возникла небольшая проблемка. Мы сегодня договорились потренироваться вместе с моим другом, Кириллом Няжиным. Но его почему-то нет. Вы знаете, информация о наших клиентах, она строго конфиденциальна. Я, конечно, об этом знаю. Но дело в том, что мы с Кириллом знаем друг друга сто лет. И я просто очень сильно волнуюсь, почему он не берет трубку. Ну, может с ним что-то получилось. Да нет, все в порядке. Он просто позвонил с утра и заморозил свой абонемент на месяц. А-а-а. Спасибо, Паша. Спасибо. Спасибо. Привет. 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 Ну что, поехали? У нас напряженный график. Куда вы собрались? Лечиться. Что это за физиотерапия такая, вне дома? Очень эффективная. Аню с собой возьмем? Нет. Что значит нет? Ну, тогда я тебя никуда не отпущу. Я Романа не настолько хорошо знаю и даже не представляю, что он собирается с тобой делать. Следовательно, я еду с вами. Ну что, приехали? Да, все, приехали. Так, понятно. Опа. Привет, Сань. Здорово. Ром, подожди, я правильно понимаю? Ты собрался Егора катать на катере и сошел с ума? Ответ на первый вопрос. Да, собрался. Ответ на второй вопрос. Я этого не скрывал? Давай. Опа. Ты что, издеваешься надо мной? Какой к черту катер? Рома, оставь его, пожалуйста, в покое. Так, без паньки. Прогулки на катере — это часть моей терапии, чтоб вы знали. Свежий воздух в лицо, единение с природой. Вот что помогает наладить нейронные связи с веном мозге. Так, принимай. Я никуда не поеду. Давай мне. Поставь меня на берег. Егор, не волнуйся, пожалуйста, все будет в порядке. Расслабься и получай удовольствие. Ань, ну скажи ему. Ну что, ты едешь или остаешься здесь? Конечно, я здесь остаюсь. Ром, что за глупые вопросы? Я еду с вами. Тогда поехали. В таких случаях вообще-то предупреждают. Ну хорошо. Вот я и предупредю. Хорошо, мы с тобой потом поговорим, ладно? Поставь меня, слышишь? Ну поставь меня. Так, значит так, едем, едем не быстро. И все-таки я не понимаю, какую пользу может принести прогулка на катере? Отличное лекарство, я тебе говорю. Хорошо, объясни, пожалуйста, вот что сейчас происходит с нейронами? Только хорошее с ними происходит. От позитивных эмоций они расцветают и растут в разные стороны. То есть никакого лечебного смысла эта прогулка не несет? Конечно же несет. Радость наша — все. Ты уверен, что Егору не станет хуже от этого всего? Уверен. Где ты вообще учился? И учился ли ты? Я же сама учка. Тогда объясни мне, почему ты лечишь людей? Просто Сергей Иванович видел, как я ставил на ноги безнадежно больных. Например, своего отца. А ты с отцом использовал такие же методы, как с Егором? Не совсем. Я всегда работаю по наитию. Это и пугает. Егор! Все нормально? Держись крепко! Тебе не холодно? Ура! Ура! Ю-ху-ху! У-ху-ху! И-ха! Эй! Сергей Иванович, честное слово, иногда мне кажется, что Роман не в себе. Почему? Потому что у него даже нет высшего законченного образования. Как он может лечить людей? Может. Вы в этом уверены? Уверен. Не знаю, мне кажется, что он выдумал, что поставил на ноги этих семь человек. В том числе и своего отца. Нет. Не выдумал. Вам достоверно это известно? Я знаю. Потому что перед тем, как Роман взялся за Громова-старшего, его лечащий врач опустил руки. Лечащим врачом был я. Добрый день. Компания «Интеграл». Алло. Здравствуйте, девушка. Меня зовут Ольга. Я администратор спортклуба «Алимпф». Я бы хотела поговорить с господином Нежевым. Вы можете оставить ему сообщение. Дело в том, что я звонила ему на мобильный, но он вне зоны. А у меня конфиденциальный вопрос к нему. Кирилл Владимирович сейчас в отъезде. И вернется только через месяц. Если ваш вопрос действительно важен, можете передать через меня. Не фарт. Не надо. Я не хочу сегодня. Дай мне отдохнуть. А вы здоравливает кто у нас будет? Ты или дядя Вася? Я же не говорю, что вообще не надо. Дай мне денек передышки. Послушай, в нашем деле главное — это регулярность. Я сказал, не сегодня. Значит, не сегодня. Окей. Не сегодня, да? Только для начала обыграй меня в дартс. Дартс? Да ты знаешь, кому вызов бросаешь? Лузер. Иди тащи дротики. У-у-у! Ничего себе! Молодец! Ну, посмотри. Ах ты так, да? Да. Хорошо. Хорошо. Ну, держись. Аня, а брось за меня разочек. Нет. Ну, давай, давай. Здесь ничего сложного. Ну, я никогда этого не делала. Все очень просто. Целишься и бросаешь. Скажите сразу, что хотите посмеяться. Так? Да. Послушай, больше в дартс не играй никогда. Хорошо? Ну, я же говорила. А сейчас — мастер-класс. Ну, давайте, давайте. Смотрите и учитесь. Угу. Оп! Оп! Круто. Ну, что? Айда на процедуры? Айда. А ты тренируйся. Цельси и стреляй. Сейчас. Ну, да. Если меня, например, съест акула, ты сам должен будешь делать эти упражнения. Я понимаю, что это неприятно, но зато полезно. Ребят, мне кажется, на сегодня уже надо заканчивать. Ты устал. Я тебя сюда звал? Выйди из комнаты. Но я же хотела… Остала подслушивать. Все, что здесь происходит, тебя не касается. Вообще-то я стараюсь ради тебя. Спасибо, а уже постаралась. Черт, 33 несчастья. Может, хватит уже, а? За что Егор тебя так ненавидит? Ведь ты объективно пашешь на него, как будто тебе за это платят. А он тебя каждый день посылает к черту. Что между вами случилось? Пожалуйста, не вмешивайся в наши отношения. Просто делай свою работу и все. Как скажешь. С удовольствием. Тогда завтра готовьтесь. Почему? Ребят, пожалуйста, давайте сделаем перерыв. Уже не могу больше. Еще чего, я пятнадцатилетнего пацана на себе тащу и не жалуюсь. Так, еще чуть-чуть осталось. Самую малость. Нет, все, стоп. Больше не могу. Все. Все. Знаешь что, я тебе скажу, у тебя серьезные проблемы с физподготовкой. А чтобы это исправить, тебе нужно каждый день километров пять-шесть вот с этим рюкзачком пробегать и все будет нормально. Пишь ты дерево. Я тебя сейчас убью и там закопаю потом. Это мне понятно. Как страшно. Давай, соберись. Пришли. Вот и место для пикника. Ух ты! А ты думал, я такие места коллекционирую. Ну как? Так. Класс. Очень красиво. Прям как на итальянских картинах Брюлова. Все. Дальше сами будете нести. Тихо. Ну что, ты как? Вода есть? Ваня. Ань! А? Дай воды. Сейчас. Держи. Спасибо. Пожалуйста, Егор. Вернулся. Официант, счет. Спасибо. Здравствуйте, Кирилл. Такая неожиданная встреча. Очень рада вас видеть. Кристина, здравствуйте. Виолетта, почти. Ну да. Извините, я такой замотанный. Вы уже уходите, да? Я просто думала, вы составите мне сегодня компанию. К сожалению. Надо бежать. Да, конечно. Я понимаю. Скажите, вы же сестра Вадима, правильно? Да. Как себя чувствует Анна, корабельник, скажите? Анечка? Прекрасно, прекрасно. Оказывается, на людях? Вы знаете, не совсем. Нет, ну, правда, мне ее изредка удается куда-нибудь вытянуть. Вот, например, ровно через неделю у нас запланирована встреча, вернее, обед в этом заведении. Здесь отличный салат с крабами, на самом деле. Это же прекрасно. Знаете что, я как раз через неделю смогу составить вам компанию, раз уж сегодня не получилось. А вы знаете, что это будет прекрасно? Я уверена, Анечка будет очень рада. И наша с вами задача будет заключаться в том, чтобы отвлекать бедняжку. От грустных мыслей. Значит так, я буду дрова носить, а ты разжигай, понял? Я в этом не силен. Это тебе не интеграл решать, вундеркинд. Давай учись. А лучше Аню попроси, пусть поможет. Ну что, справишься или помочь? Помоги. Сейчас. Сейчас, подожди. Так. Давай. Еще раз. Держи. Отлично. Ну вот. Дай пять. Спит, как пшеницу продавшая. Да, на свежем воздухе нагулялся и вырубился. Я сама уже еле на ногах. Держусь. Как ваше общение с Егором? Наладилось? Лучше. Спасибо. Ты, конечно, меня можешь послать, но я должен сказать тебе, я не знаю, за какие грехи он тебя ненавидит и что там у вас произошло. Мне кажется, это надо уже прекращать. Это как-то мешает лечению? Но если Егор тебя не простит и вы не начнете нормально общаться, то он никогда не выздоровеет. Вот так вот пускай будет. Всем привет. Егор. Хай, крестный. Аня. Да, привет. Ну, как себя чувствуешь? Спасибо, не жалуюсь. Молодец. Настоящий сын своего отца. Ты скоро поправишься, я в этом уверен. И помни, если что-нибудь понадобится, я всегда готов тебе помочь. Ань, я могу с тобой поговорить? Да, конечно. Давай. Пойдем. Угу. Ну что, продолжим? Два, а четыре. О чем ты хотел поговорить? О продаже нашей строительной компании. Ань, я прошу тебя принять это решение за Егора. Ты ведь теперь его опекун. А большая часть компании принадлежит ему. Ты уверен? После продажи компании права Егора не будут ущемлены? Конечно, нет. Все абсолютно законно. Но прежде это стоит обсудить с Егором. А вот этого делать я не советую. А зачем его травмировать лишний раз? Тем более Егор может эмоционально отреагировать, не понимая всех выгод, сделки. Честно говоря, я тоже слабо понимаю. Почему-то мне кажется, что лучше компанию не продавать. Анечка, я тоже так думаю. Но теперь, когда Вадима с нами нет, мне одному управлять такой компанией очень тяжело. Я просто не тяну. Понимаешь? А продать компанию мы обязаны, чтобы сохранить капитал Егора. Его денежки будут тихо и мирно лежать в какой-нибудь крупном европейском банке, ждать его восемнадцатилетия, еще и проценты сверху накапливать. Да, это имеет смысл, но… Хорошо. Давай посмотрим с другой стороны. Если вдруг наша компания, ну неожиданно, станет банкротом, что тогда? Егор ведь останется ни с чем. Не знаю, почему-то мне кажется, что он не будет в восторге от этой идеи. Все-таки Вадим всю свою жизнь посвятил этой компании. Согласен. Егор этому не обрадуется. Хотя… Хотя, знаешь, думаю, что со временем Егор все-таки оценит наш с тобой поступок и скажет потом нам спасибо. М? Нет, нет, нет! Как ты могла мне сказать об этом только сейчас, когда уже ничего нельзя изменить? Столько лет! Отец вложил в компанию столько сил! Предательница! Егор! Егор, я ничего в этом не понимаю! Твой крестный сказал, что если мы не продадим компанию, она обанкротится, потому что сам он с ней справится не в состоянии! Ради памяти отца ты должна была научиться вести дела! Я бы научился, в конце концов! Я умнее тебя! Как ты не понимаешь, что я это сделала ради тебя? Мне с этого нет никакой выгоды! Нет, ты не должна была ее продавать! От тебя одни несчастья! Аня, все прошло, как мы и хотели! Деньги на счет Егора уже поступили! Все получилось так, как я и предполагала! Егор просто в бешенстве от того, что мы продали компанию отца! Я тебя понял. Я с ним поговорю. Где он? В кабинете Вадима! Аня, послушай! Я сделаю все, чтобы вас помирить! Слышишь? Все будет хорошо! Егор, можно? Нет! Я никогда вам этого не прощу! Вы сделали это за моей спиной! Мальчик мой! Похоже, произошло крупное недопонимание! Анна сказала мне, что этого хочешь ты! Ну, а как я мог ей возразить, если тебе принадлежит шестьдесят процентов компании, а мне всего сорок! Ты говорил ей, что не справляешься с управлением? Такими словами, нет! Я сказал, что не трудно! Но это не значит, что нужно все продавать! Я, наоборот, хотел как-то все вырулить! Понятно! Она слабачка! И дрянь! Егор! Расскажи мне, пожалуйста, как к тебе относятся мачеха? Да она меня достала! Я ее видеть не могу! В любой момент, ты можешь обратиться ко мне, я помогу, ты знаешь! Мы через суд добьемся передачи, греки, мне! Спасибо, крестный! Но пока не надо! Я знаю, что по завещанию этот дом отходит ей! Дом, в котором жили мои родители! Я хочу еще некоторое время тут пожить! Ну а там посмотрим! Мальчик мой! Ты только скажи! Привет! Как дела? Привет! Нормально! Слушай, я чего хотел спросить! Егор любит какой-то спорт? Не знаю! Плавать, кажется, любит! А что? Ага! Плавать, да? Отлично! Пригодится! А хобби у него какое-то есть? Учеба его хобби, но робототехникой занимается и сам конструирует роботов! Ничего себе! Тогда мне нужны деньги! Много денег! Аişтаник! Воль гонорар растет? Не для себя! Мне нужен хороший, дорогой, сломанный робот! А что такие продаются? Нет, Анечка. Продаются новые. А сломаю я его сам. Кажется, это он. Этот робот стоит кучу денег. Моя сестра балует племянника, а он вечно все ломает. А мне чинить. Ого! Клевая штука. Слушай, а где ты его взял? Я таких на выставке видел. Да не пашет он. Поможешь? С удовольствием. Нужно его схему в инете найти. Знаешь, где искать? Ну, конечно. Я же профи. Что бы я без тебя делал? Ань, не уходи, поможешь. Да, конечно. Нет. Пусть она уйдет. Почему? Я не буду помогать, если она здесь останется. Да она по-любому что-то сломает. Тридцать три несчастья. Пусть уйдет. Извини, пожалуйста, а ты не подскажешь, куда мне идти? Просто я здесь живу. Да мне плевать. Главное, чтобы я тебя не видел. Погоди, Аня. Егор, ну, Аня, Аня, нам пригодится. Серьезно? Ты правда не видишь, как я стараюсь, как я из кожи вон лезу, чтобы хоть как-то облегчить тебе жизнь? Ты можешь элементарно не хамить. Аня. Слушай, ты истеричка. Если бы ты каждый день не впадал в бешенство, то шел бы на поправку гораздо быстрее. Понял? Не лечи мне мозги. Нет, я буду лечить тебе мозги. Если бы ты их хоть иногда включал, то понял бы, что для продажи строительной компании у Ани были свои причины. Очень веские. А желание придать память твоего отца, как ты выразился, здесь совершенно ни при чем. Аня. Скажи, почему ты о нем заботишься? Заботиться о Егоре — это мой долг, и точка. А вот зря ты мне не открываешься. Я бы тебе подсказал что-нибудь. Я подслушала, как Никаноров просил Егора подать в суд, ну, чтобы передать ему опекунство. Ты знаешь, мне кажется, для Егора это было бы лучше. Однозначно нет. Никаноров не сделал абсолютно ничего. Ну, вот где он был последний год, да? Ну, у него семья, работа, он занят. Оправдание все это. Мальчик переживает самый сложный период в своей жизни. А где крестный? Даже если Стас выиграет опекунство, выиграет ли от этого Егор? Сомневаюсь. Ты правда так думаешь? Уверен? А по поводу вашей ссоры, ну, потерпи немного. Пускай обида уляжется. Хотя, конечно, характер у него мерзкий. Мерзопакостный. Ага. Спасибо. Не за что. Передай Егору, пожалуйста. Верно. Так, давай. Егор, приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Будешь? Да, спасибо. Так, кто она? Не важно. Настолько неважно, что ты смотришь на нее каждый день. Можно я взгляну? Симпатичная. Я знаю. Ты представляешь, у Егора до аварии была девушка. Звали ее Юля. Ты об этом знала? Что-то слышала от Вадима. У них произошел какой-то разлад. Она выключила свой телефон, удалила страничку из социальных сетей. Я вот что подумал. А давай-ка мы ее найдем. В интернете. У меня есть знакомый хакер, он все устроит. Глупости. Она бросила Егора, когда он был здоров. Думаешь, он нужен ей теперь, когда он болен? Откуда ты знаешь, что она его бросила? Это нетрудно догадаться. Слушай, ну мало ли, из-за чего подростки могут повздорить. Ну наверняка какая-то мелочь. А вдруг произошло что-то непредвиденное? Я не понимаю, ты что, сериалов насмотрелся? Нет, я как раз пытаюсь мысли трезво. Смотри, он богатый парень из Лондона. Она простая девочка из провинции. Да чтобы бросить нашего Егора, надо быть полной дурой. Ты это понимаешь? Рассуждаешь, как одна моя знакомая. Ну вот, вот ты бы не пошла на свидание с таким парнем. Ну, даже не из-за любви, а просто из-за любопытства. Так все решено, я звоню хакеру. Рома! Я запрещаю тебе это делать. Ну найдешь ты ее и что? Егор получит очередной стресс. Аня, ты сейчас ведешь себя неправильно. Так, я все сказала. Вообще, я твой работодатель. Делай свою работу и не вмешивайся. Борисов звонит, не мешай. Да, Сергей Иванович? Да, здравствуйте. Так. А, поняла. Да, конечно, будем. Тим, спасибо большое. До встречи. До свидания. Борисов просил Егора привезти на обследование. Так, смотри на молоточек. Угу. Так, хорошо. Давай ручку. Второе. Головные боли не мучают? Скажите, пожалуйста, через сколько будут готовы результаты? Минут десять, пятнадцать. Больно? Нет. А так? Нет. Так, чувствуешь? Ром, пообещай, что все будет хорошо. Обещаю. Сергей Иванович, ну, вы скажите хоть что-нибудь. А что сказать? Новости неприятные. Я не вижу позитивной динамики. Как нет? Как совсем? Ну, может быть, просто еще не время? Может быть, может быть. Только все стало гораздо хуже, чем было до этого. Так я и знала. Это все твои методы. Эти походы, яхты. Анна, методы Романа здесь ни при чем. Я вас с самого начала предупреждал, что такое может случиться. А теперь я полностью уверен, что... Что Егор никогда больше не сможет ходить. Мне очень жаль. Субтитры создавал DimaTorzok Егор, а ты пирожки в социальных сетях читаешь? Ну, это стишки такие. Необязательные в рифму, но зато смешные. Ну, вот, например. Сижу, завидую супруге, что у нее такой супруг. Или ты назвала меня педантом, чтобы от главного отвлечь. На этом бутерброде масла не десять, а двенадцать грамм. Что сказал врач? Сказал, что все в процессе, все нормально. Правда. Когда он меня осматривал, у него было такое лицо, будто я вообще при смерти. Лицо. Может, он что-то не то накануне съел. Значит, все напрасно. Слушай, мгновенных результатов в нашем случае не бывает. Я читал, что если в моем случае улучшения не наступают в течение первого месяца, значит, они не наступят вообще. Ты где нашел такие глупости? Оставь меня! Что ты чувствуешь? Роман, я в твоих услугах больше не нуждаюсь. Завтра Аня тебе заплатит, и ты свободен. Я тебя спросил, что ты чувствуешь? Палец. Аня, иди сюда. Что случилось? Попробую еще раз. Рома, что это значит? Это значит… Это значит, что один нервный канал восстановился. А если один восстановился, то и другие потянутся. Это я вам как главный чародей говорю. Эй! Кто молодец? Я молодец! Кто молодец? Я молодец! Ну что, оттаял наконец-то, а? То-то же. Спасибо. Так, Егор, ты, главное, не волнуйся. И постарайся пошевелить большим пальцем. Ну, Роман, ну ты просто в очередной раз поставил меня в тупик. То ли тебе везет на счастливые случаи, то ли ты сам волшебник. Ну, мне кажется, скорее всего, второе. Нервы спинного мозга начали восстанавливаться. Это сейчас самое главное. Ну, Егор, давай еще раз закрепляем. Поможешь салат нарезать? А ты умеешь? Конечно, умею. Егора все равно сейчас на тренажере вкалывают. Ну, давай. Посмотрим. Ух, ничего себе. Это несложно. Серьезно? Если бы я так попробовала, я бы осталась без рук. Сколько в тебе еще талантов? Это последний. Слава Богу. Просто в юности я подрабатывал в одном тайском ресторане «Зеленый дракон». Кстати, там готовят самый лучший в городе Там-Ям. Хочешь попробовать? Хочу, но не уверена насчет Егора. Как-то он негативно отзывался о тайской кухне, так что… Может, Егор на этот раз останется дома? В каком смысле? А, вообще-то, ты знаешь, у меня нет времени. Я не понимаю, почему у тебя нет времени пойти в ресторан? Егор пошел на поправку. Пора выдохнуть. Я уже выдохнула. Для этого мне совершенно не обязательно идти в ресторан. Хорошо. Не хочешь в ресторан, пойдем в кино. Ну, или на выставку. Говорят, импрессионистов привозь-то. Ром, может быть, позже, но не сейчас. Позови, пожалуйста, Егора. Пора обедать. О, господи. Алло. Привет. Я тебе кое-что на почту скинул. Глянь-ка. Да, сейчас посмотрю. М-м-м. Ничего себе. Как красиво. А где ты это сняла? Когда? Секунду назад. А ты приезжай скорее по адресу переулок Воробьёва, 14. Скоро начнется закат. Ну, ты же знаешь, что я не могу. Перестань. Егор в такое время обычно свою «Дискавери» смотрит. Он даже не заметит, что ты уедешь. И фотоаппарат не забудешь захватить. Ну, ладно. Так, осторожно, голова. Так, потихоньку. Ступенька. О-о-о. Одна, вторая. Сейчас третья будет. Давай-давай. Ну, все. Все, я открываю. Хорошо? Так, других нет? Еще нельзя. Ну, пожалуйста. Совсем чуть-чуть. Так. Поворачиваемся. Готово? Открывай глаза. У-у-у! Круто! Да. Спасибо тебе большое. Не за что. Это прям как на картинах Камиля Писаро. Он любил писать «Горрад с верхней точки». Ты прям гугл по искусствовению. Нет, просто люблю живопись. Ну что, за работу? Давай. О-о-о! Ты, оказывается, тоже любишь фотографировать? Я люблю коллекционировать необычные места и снимать их, чтобы потом была возможность поделиться. Вот. Так. Отлично. Рома, а что вот это вот за здание? Слева. Ром! Рома! Ром, ну… Что такое? Зачем ты меня пугаешь? Спускайся. Сейчас. Секундочку. Ну, хватит поясничать. Спускайся, говорю. Смотри, какой-то Ане сделали комплимент. Ань, я хотел… Знаешь, я бы хотела, чтобы наши отношения оставались деловыми, ну, хотя бы дружескими. Как скажешь. Сейчас пойду еще пару снимков сделаю и по домам. Пошевли пальцем. Усложняем, пошевли остальными. Активней, активней, не ленись. Усложняем. Покрути голеностопом. Я еще не умею. А я жалеть пациентов не умею. Давай, крути. Активней, еще. Так, все. Я устал. На сегодня все. Доброе утро. Рома. Честно говоря, я думала, что процесс пойдет гораздо быстрее. Да уж. Три недели топчемся на одном месте. Ну, придумай что-нибудь. Ты же можешь. На мой взгляд, Егору не хватает какой-то внешней цели, чтобы он зажегся ради нее и работал. Что бы это могло быть? Я уже не знаю. Кто-то пришел. Курьер принес письмо для Вадима от президента технического общества. Давай откроем? Давай. Открывай. Вадим оказывал им финансовую поддержку. И немалую. Они не знают, что отец погиб. Приглашают его выступить на открытии форума технических новинок. Когда? Через месяц. Как бы отец был рад. А там есть номер телефона? Да. Добрый день. Скажите, пожалуйста, могу я поговорить с Олегом Александровичем? Олег Александрович, здравствуйте. Вас беспокоит Анна Корабельник. Я супруга Вадима Корабельника. Олег Александрович, дело в том, что несколько месяцев назад Вадим погиб и… Да, спасибо, я держусь. Мы получили ваше письмо. Да. И… А можно, чтобы, чтобы вместо Вадима выступил его сын? Егор. Он студент Лондонской технической школы. Да? Хорошо. Спасибо. Договорились тогда. Все, на днях я вам перезвоню. Да. До свидания. Что ты сделала? А что я сделала? Форум через месяц, а я в инвалидной коляске. Но у тебя есть целый месяц для того, чтобы встать на ноги и отрепетировать свой выход на сцену. Тише. Спокойно. Егор! Егор! Продолжение следует... Пу-у-у-у-у-у! Я тихую. Тихо. Так. Ребят, отпустите меня на пару часиков. Хочу прогуляться. Нет, ни за что. Как? В чем я провинилась? Егор, отпустим или нет? Замороженное. Фисташковое подойдет? Подойдет фисташковое или нет? Подойдет. Договорились. Да, Ром, что-то случилось с Егором? Да, мы с ним продали дом с молотка. Что? Шутка. Почему что-то обязательно должно случиться с Егором? Лучше ответь, где находишься? Я нахожусь в парке рядом с мостиком влюбленных. Отлично. Там есть небольшая площадь с фонтаном. Если заглянуть в него, в нем удивительным образом отражается волшебный замок. Откуда ты все знаешь? От маленьких человечков, которые приходят ко мне во сне. Я всегда знала, что у тебя диагноз. И не один. Снимай давай замок и выходи на связь. Хорошо. Пока. Пока. Что дальше? Обернись. Видишь, бабушка-модница. Увидела. Ты что, ее нанял? Да, за миллион. На самом деле, она всегда в такое время здесь стоит. Это Вера Васильевна, бывшая прима нашего драматического театра. Она любит позировать. Поняла. Вера Васильевна, добрый день. Здравствуйте. Можно вас пофотографировать? Конечно, дедача. Вы мне попозируете? Конечно. Замечательно. Передай от меня привет и скажи, чтобы не бросала йогу. Отлично. Спасибо большое. Вам привет от Ромы Громова. Йогу я не бросаю. Хорошо. До свидания. До свидания, деда. Ну, я выполнила все твои указания. Что теперь? Иди в сказочный город. Куда? Сказочный город. А почему сказочный? Потому что именно там случаются чудеса и исполняются желания. Теперь огибаем здание. Ну, подожди, я не успеваю так быстро. Поторопись, у тебя напряженный график. Так. Ну, мне кажется, я... Я на месте. Очень хорошо, что видишь. Я вижу железное дерево, под которым сидит курица. Это не просто дерево. Это дерево желаний. Можешь подойти к нему, погладить курицу и загадать только одно желание. Закрыть глаза, прошептать желание, и оно непременно сбудется. Да. А вот и волшебник. Эй, так нечестно. Ты следил за мной? Ну, самую малость. Я надеюсь, ты проголодалась? Я проголодалась, как зверь. Алле, оп! Моя любимая, с морепродуктами. Спасибо тебе большое. Не за что. Откуда ты все знаешь, а? Ну, догадался. Приятного аппетита. Прекрасно. Да? Очень вкусно. Можно я возьму еще? Подожди-ка. Ну, ты же понимаешь, что это черновой вариант. Я все обработаю, и будет хорошо. Бабушка такая трогательная. Ты ее настроение очень точно поймала. Ром, ну не издевайся. Вот эту я загонил в чипе. Да, можно. Не, ну, чувство кадра у тебя определенно есть. Не знаю. Говорят, что фотографами становятся неудачливые художники. Что за глупость? В детстве я ходила в художественную студию, и педагог меня все время гнобил. Ну, не знаю, каким бы ты была художником, но фотограф из тебя отменный. Да? Да. А мне кажется, у меня таланта не хватает. Мне кажется, что в твоем случае опыта может не хватать, а с талантом, по-моему, все в порядке. Спасибо, конечно, но в школе фотографии разные говорят. Ну, там всем разные говорят, чтобы мотивировать. Слушай, а ты не хочешь отправить свои работы на конкурс молодых фотографов? Музей современного искусства в этом месяце проводят, а? Мне кажется, мне еще рановато. Да чего ты? Это конкурс для начинающих. Давай. Как раз всех своих ребят из школы этой фотографии затмешь за пояс. Ну, может быть, в другой раз. Сейчас мне некогда этим заниматься. Ладно, в другой раз. Слушай, ну, тут есть еще одна глобальная проблема. Какая? У меня нет ни одной толковой съемки из себя любимого. Ну, позор. В соцсети нечего выставить. На что ты намекаешь? Может, ты меня поснимаешь, если у тебя, конечно, время есть? Можно, но если только недолго. Ну, давай, давай, улыбайся. Сейчас, подожди. Ты знаешь, ты очень похож на эту жабу. Да? Так думаешь? Нет, мне кажется, кто-то больше похож на жабу. Давай внизу. Давай. Так. Так, сейчас мне нужно, чтобы ты был в другом качестве. В каком? А, как будто бы ты Ван Гог. Давай, ты художник. Как мне сделать лучше? Давай. Моряк Папай. Моряк Папай? Ты подожди, теперь эту ногу. Отлично. Ну, что получилось? Покажи. Ну, вот, вот это вот самая лучшая фотография. Это не очень, ну, ничего. В целом, хорошо. Слушай, есть еще одно место, где можно сделать фотосессию. Нет, Ром, ну, правда. У меня домой уже и так столько времени прошло. Ну, я обещаю, там время для тебя просто пролетит. Ну, ну, ладно. Недолго. Как скажешь. А-а-а-а! Ну что, как ты? Ты обманул меня? Ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Ты обещал мне, что будет место! Да ладно тебе! Успокойся! Ань! Ты знаешь, мне понравилось. Давай еще раз. Только резче! Окей. А-а-а-а! У-у-у! 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 Аннышка! Да? Я хочу, чтобы у нас в нашей следующей годовщине был ребенок. Что скажешь? Пожалуйста, будь аккуратен. Это кто? Неважно! У-у-у! Ань! Сейчас, подожди! Не слышу! Что? А сделай мне, пожалуйста, апельсиновый фреш! Ты это слышал? Он назвал меня по имени и попросил сделать ему фреш. Ну, за это выпьем. Завтра. Почему завтра? Минус очко. У твоего почти сына завтра день рождения. Точно! Как я могла забыть! Чтоб я без тебя делала! Ну, ничего. Ты же только учишься быть мамой. Ладно, слушай. А давай его завтра разыграем. Идем. Егор! Да? Ну, как ты себя чувствуешь? Нормально. Вот, отлично. Собирайся, Егор. Куда? На обследование. Да? Борисов звонил. Требует тебя привезти. Сегодня? А чем этот день отличается от других? Не знаю. А, ну да. Чем-то отличается? Нет. По-моему, нет. Поехали тогда. Поехали! Быстро! Ну, что? Вот мы и приехали. Ну, и куда мы приехали? Ну, и куда мы приехали? Как куда? К Борисову. Он сегодня за городом принимает, просил тебя сюда привезти. Так, опа. С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! Ребята! А я думал, все забыли. Ну, ты что, как мы могли забыть? Давай. Итак, семейные фотографии, быстро. Давайте, все вместе. Ну, улыбаемся. Улыбаемся. Три, четыре. Улыбаемся. Еще раз. Внимание! Три, четыре. Ура! Ура! Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо меня обливать. Нет, нет. Егор, спаси меня. Егор, спаси меня, пожалуйста. Стоп, стоп! Эй, тихо, тихо! 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 Ну, что рассказывай? Как жизнь? Хорошо. Скажи мне честно. Да? Как тебе смачивай? Замечательно. Даже так? Прекрасно. Ну, что ж, еще раз. С праздником тебя. Спасибо. Кстати, приходите на открытие технического форума. Я буду произносить речь. Не бой страшно перед людьми выступать. На трибуну подняться будет страшнее. Ну, держись. Давай. Ребята, сдавайте в столу. Ань, можно тебя на минуточку? Ага. Что случилось? Знаешь, я насчет тебя ошибался. Ты клевая. Ты тоже клевый. И очень похож на своего отца. Тебе не кажется, что нам пора бы его проведать? Да. Пора уже. Я не понимаю, как это случилось. Папа ехал очень аккуратно. Я даже просил его, чтобы он немного поднажал. Очень хотелось домой. Но он все равно ехал не быстро. Потом машину почему-то повело. На повороте нас занесло. Всего-то 50 километров в час. Всего-то. Егор, ну, может быть, тебе казалось, что вы ехали медленно, потому что следователь сказал, что скорость была очень высокая. Этого быть не может. Буквально за миг до того, как мы врезались, я посмотрел на спидометр. Что? Было 50 километров в час. Я не понимаю, как это произошло. Я не знаю, как это произошло. Спокойной ночи. И тебе. Спи. Все хорошо? Лучше, чем когда-либо. Ладно, но я тогда пошел. Да. Спасибо. До завтра. Аня. Я хотел сказать, что ты молодец. Сумела построить с Егором здоровые отношения и… Нам теперь до победы рукой подать. Ну, это не без твоей помощи. Так что… Спасибо тебе. Рома, больше никогда так не делай. Рома. Больше никогда так не делай. Ребят, посмотрите на меня, пожалуйста. Так, улыбаемся. Улыбаемся. Отлично. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Там, где-то, какими-то трудностями. Ну, я обещаю справиться. Ты мне веришь? Да. Я сейчас могу с Аней немного поговорить, если ты не возражаешь, да? Да, конечно. Спасибо. Анечка, можно тебя на минуту? Да, конечно. Спасибо. Ну, чё ты, давай показывай, что там у тебя. Ничего себе, крутяк. Говори и уходи. Анечка, я очень много думала над твоими словами с нашей прошлой встречи. Да, я кое-что сделала. Но, по сути, понимаешь, это была шалость. Если бы я, если бы я могла представить себе последствия, что Егор поедет за Юлей, Вадим за ними, это авария, да, я бы никогда в жизни, я бы никогда в жизни не прикоснулась бы к телефону Егора. Тем более, не поссорила бы его с девушкой. Ай, я понимаю, я очень виновата. Да обе ему виноваты, что тут говорить? Пожалуйста, слышишь, пожалуйста, прости меня. Давай не будем терять друг друга. Ведь в жизни, пойми меня, ведь Аня, так мало людей, которым можно по-настоящему довериться. Ну, а ведь мы с тобой вдобавок родственницы. Виолетта, может, я и смогу с тобой снова общаться, но не сейчас. Не дави на меня, пожалуйста. Тогда ради Егора, помирись ради него. Аня, он мне так напоминает Вадима. Я хочу принимать участие в его жизни. Хочу приходить в гости. Пожалуйста, можно мне? Хорошо, приходи. Все? Слушай, ну, может, мы как-никак отметим наше примирение? Какое-нибудь уютное заведение? Я столик забралировала. – Еще бы. – Нет, нет. Узнай ее, Виолетту. Ань, мне действительно сейчас очень плохо. И по тебе я очень-очень соскучилась. – Да. – Правда. Ладно. Давай встретимся завтра, хорошо? Анька, а я тебе говорила, что ты ангел? Слушай, ты мне скажи, ты как вообще с этим всем справилась? Я не понимаю, ты просто гений какой-то. Ну, честно говоря, если бы не Роман, я бы не справилась. А кто такой Роман? Роман, он физиотерапевт. Ты вчера его видела. Точно-точно, помню. И как он тебе помог? Ну, во-первых, он крутой физиотерапевт. А во-вторых, он мне очень помог наладить отношения с Егором. Я очень. Правда, я очень-очень рада за тебя, Анечка. Молодец. И на этой оптимистической ноте я хочу тебе сказать, что скоро к нам присоединится Кирилл Нежин. Нет, здорово я придумала. Правда? Ты все-таки закрутила с ним Роман? Нет, Аня, я не закрутила с ним Роман, но я очень хочу с ним закрутить Роман. Собственно говоря, поэтому я ему сказала еще неделю назад, что мы с тобой будем обедать в этом... Подожди, как неделю назад? Неделю назад... Нет, 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 нет. Господи! Нет. Ты что, все спланировала? Нет, Аня, я ему сказала об этом только пару дней назад. Да пару дней назад, Лиолетта, ты даже не знала, что мы здесь будем. Ты вчера ко мне пришла и разыграла этот спектакль. Нет. Я действительно, я очень хотела с тобой помириться. Все, Берестань, ты ни грамма не изменилась. Я осталась такой же законченной эгоистой. Анечка, здравствуйте. О, здравствуйте. Очень рад вас видеть, переживала за вас. Вы уходите? Да-да, я ухожу, а вы остаетесь обеду с Виолеттой. Здравствуйте. Удачи. Здравствуйте. Извините. Анна! Анечка, постойте. Позвольте, я вас подвезу домой. А давайте. Прошу вас. Спасибо. Спасибо, Кирилл, за доставку. Да ни за что. Анна, мой знакомый владеет санаторием в Альпах. Мы можем отвезти туда Егора. Потрясающий воздух, лучшие врачи мира. Мальчику пойдет это на пользу, я думаю. И естественно, я все облачу. Спасибо большое, Кирилл, но Егору ждет на поправку, все хорошо, правда. Ань. Послушайте, Анечка, еще такой вопрос. Вы будете на форуме? Технических новинок, помнится, Вадим его поддержал. Да, разумеется. Егор будет произносить речь своего отца. Грандиозно. Тогда до встречи. До встречи. До свидания. А говорил, а дело не во мне. Так, ну и кто тебя впустил? Твой физиотерапевт. Да, его зовут Роман, но я не хочу тебя видеть. Ань, пожалуйста, послушай меня. Нет, все, уходи. Ань, вот ты когда-нибудь любила? Так, не надо мне сейчас рассказывать вот эти слезливые истории о том, как ты любишь Кирилла, думаешь, я тебе поверю? Нет, ну, Ань, это действительно правда. Я люблю его всем сердцем и страдаю от того, что он не обращает на меня никакого внимания, понимаешь? Да никого ты не любишь, кроме себя. Ань, я потеряла покой, потому что он влюблен в тебя. Ты потеряла покой, потому что никак не можешь получить доступ к его кошельку. И твой бывший тебя оставил как раз из-за того, что ты все время требовала от него денег. И Кирилла ждет та же участь. Ань, ну посмотри, ну ты видишь, что я неадекватна, а? Да. Нет, ну на кого я стала похожа, Аня? Да я готова умолять тебя о помощи. Нет, ни о какой помощи и речи быть не может. Анечка, а тебе не надо будет ничего делать. Просто позвони Кириллу, назначь встречу, не явись, и я все сделаю дальше сама. Я прослушала новый курс, как стать мечтой любого мужчины. Все, а? Похоже, у тебя и правда проблемы с головой. Ань, Ань, пожалуйста. Иди сюда. Ань, иди, иди, иди сюда. Ань, только ты меня можешь спасти. Я тебя очень прошу. Там вот выход. Ань, я тебя прошу элементарно о помощи. И все. Во-первых, не кричи. А во-вторых, чтоб я больше тебя здесь не видела. А-а… Стерва ты, Аня. И дура. А я говорила Вадиму, чтоб он не женился на тебя. Не торопись. Правой. Левой. Ага. Левой. Спинка ровнее. Хорошо. Только… Егор, осторожно. Не спеши. Равновесие держи. Хорошо. Не торопись. Молодец. Герой… Можно я хоть костюм сниму? Кому через три дня выступать перед двумя сотнями ботанов? Правильно. Егору Вадимовичу. Так что тренируемся в костюме. И к тому же он тебе очень идет. Может, хватит на сегодня? Я так уже километр намотал. Значит так. Давай еще раз наверх и вниз. Давай-давай, потихонечку. Ром, ну, может быть, сделать паузу? Не переживай. Все будет хорошо. Егор, держись за перила. Так, не торопись. Молодец. Ау. Аня, после открытия форума моя помощь Егору больше не нужна. Как? Уже? Прошло ведь еще так мало времени. Три месяца. Три месяца уже прошло. Ну, я думала, что ты задержишься как минимум на полгода. Я не виноват, что мальчик так быстро научился ходить. К тому же меня ждет другой безнадежный пациент. Девушка-модель сломала позвоночник в отпуске на острове. Вот. И очень жаль, если такая красота больше не выйдет на подиум. Ну да, ты особо не рассчитывай. Обычно они страшные. Ну, это как будто ничего. Спасибо тебе большое. Ты хорошо поработал и заслуживаешь премии. Спасибо. Не нуждаюсь. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию. Корабельник Анна. Три человека. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Может, выпить чего-то? Здрасте. Давайте нам сок. Нет, спасибо. Держи. Хочу волнуюсь. Дамы и господа, минуточку внимания. Прошу всех пройти в зал. Мы начинаем. Все будет хорошо. Поехали. Друзья, долгое время наше техническое общество поддерживал выдающийся человек Вадим Корабельник. АПЛОДИСМЕНТЫ И сегодня мы были бы рады пригласить его выступить с приветственной речью, но, к сожалению, Вадим Евгеньевич погиб несколько месяцев назад. Поэтому сегодня за Вадима Корабельника выступит его сын, Егор Корабельник, студент Лондонской технической школы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я влюбился в технологии, когда сломал своего первого робота, которого купил мне отец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я долгие годы мечтал поступить в лондонскую техническую школу. Но теперь у меня другая мечта. Похитить нескольких лондонских преподавателей и привести их сюда контрабандой. Чтобы они увидели, наконец, что такое настоящие технологии. Потому что наше техническое общество в последнее время сделало несколько настоящих проблем. Алло, да, я не могу сейчас говорить. Представите мне, пожалуйста, попозже. Я скажу, что зерна, посеяны нашим сообществом, скоро будут давать удивительные всходы. И мы сможем гордиться и смотреть в будущее с оптимизмом. Но я ничего не отправляла. И следующее поколение, которое придет за нами, достигнет еще больших технологических высот. Спасибо. Спасибо. Да, так вот, о технических прорывах. Я успел до открытия познакомиться со многими проектами участников нашего форума и должен вам сказать, это что-то нереальное. Анечка, извините за несвоевременность. Ань, я больше не могу молчать. Вы мне очень нравитесь. Дайте мне шанс. Позвольте мне вас пригласить. Да-да-да, конечно. Позвоните мне на днях. Правда? Но я не знаю вашего много. Кирилл, простите, пожалуйста. Дело в том, что я хотела вам кое-что сказать. Извините, пожалуйста. Да, хорошо, хорошо. Я понял. Договорились, да. Рома! Что-то случилось с Егором? Да почему обязательно должно что-то случиться с Егором? Тогда почему ты не в зале? Ром, я заняла третье место на конкурсе молодых фотографов. Потому что кто-то отправил туда мои работы. Черт, они обещали не выдавать моего имени. Ну… Я бы и так догадалась. Потому что никогда бы не решилась это сделать. Спасибо тебе большое. Ну, мне, конечно, очень приятно, но ты преувеличиваешь. А с кем ты сейчас разговаривал? С этой моделью? – Естественно. – Ну, понятно. Да нет никакой модели. Я выдумал все. А звонил Борисову, спрашивал про Егора. Хорошо. О, боже мой, мне кажется, там закончилось все. Надо бежать в зал. Давай, давай. Он расстроится, если нас не будет. Сережа, надо встретиться. Сережа, надо встретиться. Да ты написала Юле, чтобы она не приходила на встречу со мной, и удалила переписку. Егор, мы можем поезжать… Ты мне больше никто. Подожди. Что тебе сказала Виолетта? Правду. Егор, я виновата в том, что пошла у нее на поводу, но… Это не я написала Юле сообщение, и не я удалила вашу переписку. Виолетта предупредила, что ты именно так и скажешь. Егор, подожди. Послушай меня, пожалуйста. Прости, я… Не смей просить у меня прощения. Я еду к крестному. Дай пройти. Ты сейчас к нему не достучишься. Он закрылся. Не наседай. Что мне делать? Ну, что-нибудь придумаем. Только ты мне должна все рассказать. Он меня не простит. Поживем, увидим. Не плачь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не смей просить у меня прощения. Доброе утро. Егор прав. Это я во всем виновата. Я должна была сразу рассказать Вадиму, тогда бы ничего не произошло. Успокойся. Не нужно брать вину на себя. Ну что, я звоню? Да, Стас. Доброе утро. Аня, Егор просил передать, что… Ты везешь его домой? Нет. Я его не привяжу. А, ну тогда мы можем заехать за ним? По просьбе моего крестника мы подаем на тебя в суд с целью лишения опеки. То есть, как? Егор хочет, чтобы его опекуном назначили меня. Он не хочет больше жить с тобой. И ты согласен стать его опекуном? Ради Егора я пойду на все. Чушь. Да пока он болел, ты ни разу к нему не заехал. Аня, Егор изъявил свое желание. Я докажу в суде, что отлично заботилась о Егоре, и меня ни за что не лишат опеки. Хорошо. Значит, до встречи в суде. Все будет хорошо. Хорошо. Я все понял. Так я должна поговорить с Егором. Подожди-ка. Дай мальчику выдохнуть. Он сейчас на эмоциях. Или сделаешь хуже? Ром, мне страшно. Не бойся. Чтобы судья лишил тебя опекунства, нужна существенная причина. А у Никанорова ее нет. Давай найдем Юлю. Давай. Стас, можно тебя на минутку? Ты мне можешь ответить на один вопрос? Я не хочу сейчас об этом говорить. Как ты мог так с нами поступить? Потом поговорим. Нет, не потом. Ты мне скажи, где ты деньги возьмешь, чтобы долг отдать. Не ори. Нас все слышат. Дура. Ах так. Крестный, принеси плед, пожалуйста. Извини, Егор, не сейчас. Привет. 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 А почему ваши родители ссорятся? Да у них бывает. Я не понял. Крестный должен кому-то денег? Просто папа… Иногда ссорятся с мамой. Как и все родители. Пустяки. Скоро помирятся. Ладно. Пошли. То есть вы хотите, чтобы я ее по одному имени нашел, да? Но вы догадываетесь, сколько в городе Юль? Ну, все, что нам известно, это то, что зовут Юлия, и она из Васильевки. М-м-м. Это в корне меняет дело. Но там Юль тоже тьма. Понятно. Вот если бы у вас было фото, вы бы мне прислали. Я бы запустил полицейскую программу. Ну, совпадение лиц. Если бы она где-нибудь там в интернете выложила свой лик, то мы бы ее быстро нашли. И по IP. Старик, ну, очень надо. Выручай. У нас нет ее фото. Все аккаунты она удалила. Ну… Погоди. Есть одно фото в телефоне у Егора. Я видел. Ну, так отлично. Пришли мне его. Пришли. Думаешь, это так просто? Ну, не так просто. Нет фото. Нет Юли. Не волнуйся. Все будет нормально. Егор… Сделайте шаг назад. С какой ты стати? Кто вы такой? Анатолий Гринев. Представляю интересы Егора Корабельника. Сделайте, пожалуйста, шаг назад. Вы создаете стрессовую ситуацию для моего клиента. Что за бред, а? Я вас прошу отойти назад. Иначе я вынужден буду заявить, что вы пытались надавить на моего клиента. Нет, Рома, нам надо было нанять адвоката. Сами мы не справимся. Аня, выяснения отношений сейчас не пойдут на пользу. Это всего лишь предварительное слушание. Давай посмотрим, что они предъявят там. Предварительное слушание по делу об опеке. Прошу заходить. Иди, а ну все будет хорошо. Анна Корабельник не соблюдает имущественные права моего подзащитного. Егор Корабельник и опекунский совет, представители которого сейчас присутствуют в зале суда, требуют лишить мачеху прав опеки и передать их крестному отцу Станиславу Никанорову. Позвольте. Как конкретно я не соблюдаю имущественные права Егора? Анна Корабельник инициировала продажу строительной компании, значительная доля которой принадлежала моему подзащитному. Это произошло против его воли и вопреки здравому смыслу. Но продать компанию меня уговорил господин Никаноров. Это ложь. Второй собственник компании, Станислав Никаноров, не настаивал на продаже компании, даже наоборот. Он прекрасно понимал, что как только Егор станет у руля предприятия, он заработает сумму, значительно превышающую стоимость самой компании. Он разъяснял это Анне, но она лишила своего пасынка возможности стать руководителем компании отца. Это ложь. Господин Никаноров настоял на том, чтобы мы продали компанию, иначе она обанкротится. Стас, ну разве не так? Спасибо. Сядьте, пожалуйста. Извините. Анна Корабельник действовала от лица своего пасынка. И если бы она не захотела, сделка бы не состоялась. Егор Корабельник не требует материальной компенсации. Единственное, что он просит, это передать опеку Станиславу Никанорову. Егор Вадимович, мои слова верны? Абсолютно. Это в моих интересах. А что, если Егору будет лучше со Стасом, чем со мной? Никаноров хоть и мало его навещал, но… У него жена, дети. У Егора, по крайней мере, будет семья. Мне не нравится эта идея. Здесь прежде всего нужно думать об интересах Егора. Никаноров выставил тебя последней стервой, оболгал в глазах Егора и суда. Ты хочешь, чтобы он жил с ними? Я точно знаю, что я должна найти Юлю. Ром, хоть эту ошибку я должна исправить. Я помогу тебе. Все будет хорошо. Пойдем. Спасибо. Здравствуйте, Станислав. Я могу видеть Егора? Нет, не можете. Я… Я по поводу тренировок. Привет, чувак. Что ты здесь делаешь? Пришел тебя навестить. Как поживаешь? Отлично. Обо мне здесь хорошо заботятся. Ну, что ж, я рад за тебя. Понимаешь, я не люблю оставлять дела недоделанными. Поэтому программу тренировок я тебе все равно загружу. И ты должен ее выполнять. Лады? Загружай быстрее и уходи. Ты меня отвлекаешь. Ой-ой-ой, какие мы занятые. Телефон давай. Телефон давай. Так, сейчас… О чем задумалась? Что ты здесь делаешь? Тебе лучше уйти. Быстро в дом. Пошел вон отсюда. Да что вы так нервничаете? Ты сюда незаконно вторгся. И я об этом сообщу в суд. А если еще раз повториться, вызову полицию. Понятно? Понятно. Выход вон там. Я понял. До свидания. Всего хорошего. Егор, что я тебе говорю? Он угрожал тебе? Нет. Точно? Да. Ну что? Па-бам! Достал. Серьезно? Ну, не скажу, что это было легко. Вот. Ты герой. Ну, теперь-то Никита ее найдет? Ну, будем надеяться. Как там Егор? Ну, я видел его недолго. Сказал, что заботится о нем хорошо. Да? Да. Ну, он хорошо выглядит и все так в порядке. Ясно. Слушай, может мне тогда не стоит за него бороться в суде, если ему хорошо? Пусть живет с Никоноровым. Ну, я, конечно, не буду спорить. Но, как скажешь. Что, как скажешь? Я… Как скажешь? В первые за три месяца я вообще не знаю, что мне делать. Как что делать? Гулять. Поехали. Ой, прости. Прости, пожалуйста. Вот так вот чуть вместе. Давай, я тебя поснимаю. Так. Отлично. На. Ну, можно еще лучше. Было очень больно. Было очень приятно. Это, по-моему, неплохо. Отлично. Но ты лучше это делаешь, чем я. Давай. Лови. Хочешь? Давай. Лови. Ну, что, я пойду? Лови. Лови. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Знаешь, я насчёт тебя ошибался. Ты клёвая. Ты тоже клёвый. И очень похож на своего отца. Аня, привет. Я купил тебе какао и ещё кое-что. Ого! Спасибо. Да не за что. Так, завтракаем быстро и едем на озеро. У нас напряжённый график. Хорошо, как скажешь. Спасибо за какао. Ой, мне кто-то звонит по скайпу. Сейчас я отвечу и пойду переодеваться, ладно? Я не знаю кто это. Кто это? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. 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 Степ-модель Егор. О, хорошо. Несколько назад вы говорили, что сейчас вы Егор. Но человек, Станислав Никоноров, звонит нас и присоединился как новая помощь для ребенка. Правильно? Нет. Я имею в виду, но я теперь Егор. О, я понимаю. А, Вильям, я могу спросить, что Никоноров хотела? Он спросил, если мы смогли отправить все документы и документы по телефону. Потому что он не будет нашим студентом. Но за что? Он сказал, что он не смогли обеспечить английский язык. Это нанесенство. Это не важно, кто Егор. Он создал специальный фонд и не могла получить обеспечения с его сыном. О, неправильно, я не знаю ничего о том. Окей. О, спасибо. Можно я позвонить? Да, пожалуйста. Я желаю вам доброго дня. Доброго дня. До свидания. Ух! Ты, наверное, ничего не понял? Ну так, немного. В общем, Никаноров сообщил в лондонскую школу, что Егор больше не будет у них учиться, потому как не может себе этого позволить. Ну это бред! Егор может себе это позволить, и еще как! Я даже боюсь предположить, на что Стас собирается тратить деньги из образовательного фонда. Похоже, мы рано расслабились. Да не до слова. Ну хорошо, я могу допустить, что да, Егор согласен с ним жить, и его это устраивает. Но я-то думала, что он будет продолжать обучение в своей школе в Лондоне, ну хотя бы дистанционно. Значит так. Я попытаюсь ему позвонить. Да это бесполезно. Без шансов. Никаноров тоже не ответит. Это понятно. Значит так. Нам надо выяснить, в какой школе будет учиться Егор, любыми способами. Кажется, они выезжают. Видимо, Егор и его дети учатся вместе. Поехали. Ром, я не понимаю, чему здесь можно научить Вундеркинда, который по робототехнике может докторскую защитить. Может, у Никанорова такой подход к воспитанию? Не знаю. В любом случае, нам нужен адвокат, и сами мы не справимся. Да, я согласна. И в суде мы обязательно спросим у Никанорова, почему Егор больше не учится в Лондоне, а учится здесь. О, Господи, он упал. Ром, я должна ему помочь. Стой! Ты только все испортишь. Поехали. Попробуем поговорить с Никаноровым. Покерный клуб. Что он здесь делает? Я уверена, что он игроман. Что будет с Егором? Он спустит его состояние. Так, а как нам ему помочь? Сейчас. Извини. Да, алло. Здравствуйте, Анна. Это Кирилл Нежин. Я узнал ваш телефон на общих знакомых. Вы же мне так свое не оставили? А, да. Я слушаю. На техническом форуме. Помните, вы обещали мне свидание? Сейчас. Извините, пожалуйста. Прости. Кирилл, мне кажется, что вы меня неправильно поняли. Я ничего такого не имела в виду. Вот как. Что ж, я надеялся… Кирилл, поймите, вы замечательный человек. И я надеюсь, что мы с вами останемся в хороших, приятельских отношениях. Что ж, меня это не радует, конечно. Но я слишком уважаю вас и себя, чтобы навязываться. Извините, что обнадежил вас. Вы все равно обращайтесь по любому поводу. Чем смогу, помогу. На самом деле, у меня есть к вам одна просьба. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такой Станислав Никаноров? Да, я его знаю, конечно. А это правда, что он игрок? Да, это правда. У нас в стране, конечно, запрещены азартные игры, но определенные люди встречаются и играют на деньги. На большие, Аня. Он проигрывает? Да. И много. Скажите, а где в нашем городе играют на деньги? Клуб спортивного покера «Зеленый носорог». Там есть VIP-комната. Я бывал пару раз. Как туда попасть? Анечка, а вы… Вы хотите сыграть? Нет. Просто мне надо кое-что проверить. Нужно дать официанту щедречи и вы. Сказать, кто вас порекомендовал. Вы можете остаться на меня. Но я вас предупреждаю, есть правило. Никаких сотовых телефонов. Свой сотовый вы сдадите на входе, иначе у вас могут быть проблемы. Ясно. Спасибо. Спасибо вам огромное, Кирилл. Вы меня очень выручили, и я желаю вам счастья. И я вам, Анечка. Всего доброго. Что-то случилось? Нет. Все отлично. Мы пойдем в этот клуб и докажем, что Никаноров игроман. Как? Он же нас узнает. Не узнает. Я все придумала. Он поставил три тысячи долларов. Он удвоил ставку. Он сейчас проиграет все деньги Егора. Пора. Мне кажется, он нас заметил. Мне кажется, он нас заметил. Он просто проиграл. Для меня было шоком узнать, что Вадим погиб. Он был настоящим человеком. Вы правильно сделали, Анна, что обратились ко мне. Я возьму на себя все юридические вопросы. Спасибо, Юрий Иванович. Я знаю, что Вадим вам очень доверял. Я знаю. Да. По телефону вы сказали, что подозреваете, будто Никаноров игроман. Да-да-да. У нас даже есть доказательства. Да? Вот. К сожалению, эти фотографии не будут иметь большого веса в суде. Это еще почему? Ну, посмотрите. Скажите, что вы видите на снимке? Ну, что я вижу? Я вижу, как Никаноров играет в покер. А вы что? Я понял. Он просто сидит за столом, где лежат карты и деньги. Правильно. Значит ли это, что он играет в покер на деньги? Однозначно сказать невозможно. То, что он сидит за столом с картами и деньгами, еще не означает, что он игроман. Ну, мы же это с вами знаем. Анна, давайте так. Чтобы вы не наломали дров, я по своим каналам наведу справки о Никанорове. Ну, вдруг мне удастся накопать что-то более весомое. А? У меня новость. Так, узнали что-то важное? Глобально, я бы сказал. Только постарайтесь обслушать меня спокойно. Хорошо. Так вот, у меня много знакомых в бизнес-кругах. И вот с одним из них Никаноров выпивал до Нового года. Будучи пьяным, он рассказал, что прошлой осенью получил предложение продать строительную фирму. Якобы его партнер Вадим Корабельник был не против этого. Да-да-да, я знаю, Вадим мне про это рассказывал. Да? Он даже самостоятельно взял аванс у покупателей. Но основной собственник Вадим принял решение фирму не продавать. Надо понимать, аванс Никаноров уже потратил. Да. И тем самым поставил себя в потовую ситуацию. С одной стороны, покупатели, которые требовали продолжения сделки, хотя, с другой стороны, его партнер, который категорически этой сделки не желал. Ну, теперь понятно, почему он уговорил меня продать фирму? Мы же можем это использовать в суде? Анна, к сожалению, слова моего товарища ничем не подкреплены. Они не имеют юридической силы. То есть мы ничего с этим не можем сделать? Ну, почему же? Мне нужно сначала ознакомиться с материалами дела, заключениями экспертов относительно гибели Вадима. Да, кстати, я послал запрос, вы его завтра можете получить у следователя. Подождите, я… Я правильно понимаю, вы намекаете на то, что Никаноров мог организовать… Да. У Станислава Никанорова были мотивы убить вашего мужа Вадима Корабильника. Обвинение в несоблюдении имущественных прав подопечного беспочвенное. Утверждение, что через несколько лет Егор Корабельник смог бы заработать сумму, гораздо большую, чем ту, которую он получил от продажи фирмы – спорно. Об этом говорят прогнозы рынка недвижимости. Все прогнозы рынка недвижимости в нашей стране не сбылись даже на восемьдесят процентов. А мы основывались на исследованиях британского института экономики. Коллеги, у нас сейчас бессмысленная риторика. Все средства, полученные от продажи фирмы, лежат в европейском банке под хорошие проценты. Какие еще претензии есть у подопечного к своему опекуну? Анна Корабельник тратила средства Егора. Ваша честь, ваша честь, вот документы. Здесь суммы, которые были списаны со счета Егора. Все они пошли на жизненные траты и реабилитацию Егора. Мы обязательно ознакомимся с этими документами. Ведь у нас есть все основания полагать, что госпожа Корабельник недостаточно уделяла времени своему пасынку. Поэтому возникли неконтролируемые расходы. А почему вы так уверены, что моя клиентка не уделяла должного внимания Егору? Да потому, что сразу после смерти мужа она завела интрижку с физиотерапевтом своего пасынка. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. И продолжала тратить огромные суммы на дорогую терапию. Конечно, юридически отношения госпожи Корабельник и господина Громова не имеют никакого значения. Но суд должен сделать определенные выводы относительно характера мачехи моего подзащитного. Уверен, что такой легкомысленной особе нельзя доверять опекунству над травмированным подростком. Я прошу прощения, а почему вы решили, что у нас интрижка? У нас серьезные отношения и мы собираемся пожениться и заботиться о Егоре вместе? Да, Ваша честь, это правда. Ну, что сказать, у меня нет слов. Потрясающая работа. Спасибо вам. Это еще не конец. Наши противники, они изобретательные. А вот заявить о будущей свадьбе в данной ситуации было превосходной идеей. Вы молодцы. Это все он. Ну что, жду заключения следователя. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Всего хорошего. Ром, ну это было лихо. Круто. Спасибо тебе. Ань, я… Да? Да, нет, ничего. Ну что, пойдем? Пойдем. Да, неплохо у нас полицейские зарабатывают. Не говори. Здравствуйте. Анна, рад вас видеть. Здравствуйте. По вашему запросу я подготовил заключение о несчастном случае. Угу. Если вы подождете пару минут, я вам его вынесу. Да, конечно. Но у нас есть еще одна просьба. Мы бы хотели поговорить с экспертом, который делал заключение. Это возможно? Конечно, если вы желаете. Да. Его зовут Александр Ложкин. Он как раз сейчас здесь. А это кто с вами? Это Роман Громов, друг семьи. Ага. Ну, пойдемте. Ваш муж гнал со скоростью около ста километров в час по язык-загообразной дороге ночью. На повороте не справился с управлением, и машина врезалась в дерево. Вот здесь все описано. Вы говорите, сто километров в час? Да. Помните, я вам об этом говорил у вас дома. Впрочем, вы тогда были в таком состоянии. Да-да. Я помню. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, проходите. Добрый день, Юрий Иванович. Здравствуйте. – Здравствуйте. – Присаживайтесь. Спасибо. Здравствуйте. Ну, как успехи? В общем так, мы побывали на месте аварии. Вот дерево, в которое врезалась машина. Как не самый последний гонщик, я готов заявить, что если бы Вадим ехал со скоростью сто километров в час и врезался в дерево, то они с Егором разбились бы в дребезге. Пацан не выжил бы даже пристегнутым. А на какой скорости, вы думаете, ехал Вадим? Думаю, Егор прав. Не больше пятидесяти километров. И Вадим не справился с управлением? Ну, я в это не верю. Я тоже. Ну, машина могла быть неисправна, и эту неисправность могли подстроить. Но чтобы автомобиль вышел из строя, над ним могли поработать. В тот же день или накануне. А как именно поработать? Ну, например, испортить привод гидроусилителя или патрубок перерезать. Жидкость вытекает, и машина выходит из строя. Все. Анна, вспомните, в день аварии или за день до нее. Где стояла машина Вадима? Ну, как обычно, во дворе нашего дома. Только там Вадим на ней никуда не ездил. Накануне, так, мы были на теннисном корте, это близко туда мы ходили, пешком. До этого он ездил в банк, но ненадолго. Все, кажется. И он оставлял там машину? Ну, разумеется, он оставлял машину во дворе, перед банком. Улица перед банком средь бела дня не подходит. Я бы выбрал какое-нибудь безлюдное место. Или пробраться во двор у вашего дома ночью. Нет, тогда сработала бы сигнализация. Мы сигнализацию включаем только, когда надолго уезжаем. Подожди, Аня, у вас же стоит система видеонаблюдения. Да, да. И видео с камер наблюдения передается в охранную фирму, которая занимается безопасностью нашего коттеджного поселка. Да, я знаю, как те фирмы занимаются безопасностью. Дежурный сидит перед множеством мониторов. Иногда эти ребята просто засыпают. Да, да. Даже если так. Прошло слишком много времени. Пять месяцев. Записи, скорее всего, стерты. Мы должны проверить. Да. Анна, как называется охранная фирма? Гепард. А у меня, кажется, сейчас должна быть визитка. Секунду. Да. Вот. Можно им позвонить. Я это и собираюсь сделать. Здравствуйте. Я представляю интересы вашей клиентки Анны Корабельник. Скажите, могу ли я получить видеозапись наблюдения за ее домом за… 20 апреля. За 20 апреля? Уже стерты. Подождите. Скажите, а жесткий диск, на который они были записаны, мы можем получить? Угу. Спасибо. Я, конечно, не могу ничего гарантировать, но кое-что мы можем попробовать. Ну, как, получается? Ну, погоди, чувак. Я же не волшебник. Врешь. Ты подпольный Гэндальф. Ой, ты не перехвали. Задача-то не из легких. Я достаю информацию, которая была записана пять месяцев назад. Это при том, что уже четыре раза что-то переписывали. Вот что интересно. Знаете, в этой фирме стирают информацию первого числа каждого месяца. А здесь стерли двадцатого утром. То есть, сразу после той ночи, которая вас интересует. Ну, понятно. Значит, в агентстве кто-то был подкуплен. Да. Скорее всего. Вуаля. Смотрим кино. Я же говорил, ты Гэндальф. Так. Вот он. Знаю я, что он там делает. Ребят, ну, мы не видим его лица. Как мы его найдем? Погоди, погоди. Ой, пожалуйста, верну чуть-чуть. Так. А можешь увеличить? Угу. Еще. Господи боже мой. Это же эксперт. Рома-то Ложкин. Не волнуйтесь. Сегодня дело решится в нашу пользу. Пойдемте. 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 Ванин тоже подкуплен. И работник охраной фирмы. За то, что не забил тревогу, когда во двор пробрался незнакомец. А потом затер запись. Никаноров заплатил ему немалые деньги. Оторвал от сердца, так сказать, самое дорогое. Боже мой, когда арестуют эту тварь? Давайте подождем. Пройдемте в зал. Пройдемте. Аня. Прошу. Встать. Суд идет. Прошу садиться. Разрешите? Извините за вмешательство. Станислав Никаноров? Да. Вы обвиняетесь в убийстве у Вадима Корабельника. Прошу следовать за мной. Это какая-то ошибка. Все будет хорошо. Ваша честь. Дело о передаче опеки Егора Корабельника закрыто. Это… Анна, хорошо, что Никаноров не успел воспользоваться деньгами Егора, так как формально не являлся его опекуном. Подонок. Убийца. Ведь и компанию Егор потерял из-за него. Это правда. Но вот признать сделку недействительной будет крайне проблематично. Почему? Никаноров получил свою долю и стратил ее. Ну, выиграл ли от этого Егор финансово или проиграл, покажет время. Но то, что я точно знаю, что Никаноров совершил страшное преступление и будет за это наказан. Спасибо. Да. Я пойду поговорю с Егором. Хорошо. Значит так, мы сейчас поедем домой к Никанорову. Нужно забрать вещи Егора. Я так хочу его обнять. Ну, потерпи. Дай ему прийти в себя. Секундочку. Да, Никита, здорово. Здорово. Ну, говори, что там? Да, 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 да. Я понял. Очень жаль. Ну, давай. Давай. Пока. Никита не нашел Юлю. Говорит, девочка вообще покинула всемирную паутину. Отлично. Меня зовут Анна Корабельник. И около пяти месяцев назад я совершила ужасную ошибку. Я разлучила Егора, моего пасынка, и его первую любовь, девушку Юлю. Егор познакомился с Юлей в социальной сети. Он учился в Лондоне, а, однако, он решил переехать домой, чтобы быть с ней. Я не хотела, чтобы он возвращался и жил со мной своим отцом. Я обратилась за помощью к одной особе, которая влезла в переписку Егора и Юли, и сделала все, чтобы они никогда не встретились. С этого момента произошло много трагических событий, о которых я не стану рассказывать. Скажу только то, что Егор поехал в Васильевку искать Юлю, но не нашел. На обратном пути он попал в аварию, получил серьезные травмы и долго не мог ходить. Но Егор каждый день смотрел на фото любимой и работал над своим выздоровлением, чтобы наконец встать на ноги. И теперь каждую секунду я виню себя за то, что была слишком мелочной и бодной, дала этому ужасу случиться. Теперь я готова на все, чтобы вернуть друг другу двух любящих людей. Юлю и Егора. Все, кого тронуло мое признание, пожалуйста, сделайте репост. Юли нет ни в одной социальной сети. Но, может быть, кто-то из ее знакомых, кому известно об отношениях Юли и Егора, передаст ей мое послание. Егор сейчас дома. Он ждет эту девушку по адресу переулок Руставели-2. Юль! Что? Ничего. Так, попрошу минуточку внимания. Ого. Так, интересно. Роман, Аня, я решил вернуться в Лондон. Восстановлюсь в технической школе. Неожиданно, но это твое право, и мы тебя поддерживаем. Тем более я уверена в том, что ты наверстаешь упущенное в школе, и все будет хорошо. Но ты же не завтра уезжаешь, верно? Конечно, нет. Слава Богу. Ну, старик, что ж, мы будем очень скучать. Очень. Я открою. Так, ну что, да? Очень вкусно. Еще? Смотри. Егор, все, все, к тебе пришли. Юля? Привет. Можно мы на улицу выйдем? Ну, конечно. Конечно. Ну вот, теперь ты счастлива? Не знаю. И да, и нет. Нет. Ты на меня больше не обижаешься? Нет? Нет. Это хорошо. Понимаешь, когда все это случилось, я думала, что это конец. Что я никогда с этим не справлюсь. Но потом появился ты, и все как-то постепенно стало улучшаться и улучшаться. Спасибо тебе, Рома. Спасибо за… За то, что Егор снова начал ходить, за… За то, что наши отношения с ним наладились, за то, что мы нашли Юлю. Как-то много за что получается. Ну, я так не хочу, чтобы он уезжал в Лондон. Тем более сейчас, когда… Когда все так хорошо, когда… Я к нему так привязалась, он стал таким родным. Я думаю, он теперь никуда не уедет. Серьезно? Да. Ну, я на это рассчитываю. Тогда взяли суда, когда я сказал, что мы собираемся пожениться. Я не шутил. Я готов сейчас сделать предложение. Аня? Да. Выходи за меня. Я согласна. Я согласна. Я согласен. Итак. Василий.